Девушки отдыхают Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь. Кто вы? Слуга Библии или слуга Господа? Вы служите Библии или Господу? Я слышал, Чень Янгуан и другие читали слова Всемогущего Бога. Им они понравились. Их вера восстановилась, и любовь... Поистине невероятна. Разве слова Всемогущего Бога выше Библии? Почему так много истинно верующих обратилось к Всемогущему Богу? Бог, Ты явился, пролей на нас свой свет. Слава Твоя воссияет на нас. К свету Твоему идут народы и все страны, цари и люди всех рас. Ты возносишь очи, а глядеться вокруг Здесь Твои дети, посмотри. Синовья и дочери пришли издалека, Рожденные в руках Твоих. Всемогущий Бог, то Твоя любовь, Что держаться нам давала силы. Это Ты вел нас по дороге вперед, В Царствие, что Ты нам подарил. Да светится Слово Твое, Пронзающее нас вновь и вновь. Бог всемогущий Тебя благодарил, Лишь Тебе хвалу мы воздаем. Лишь Тебе хвалу мы воздаем. Аминь. 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 Какая чудесная. Это великая любовь Божья собирала нас вместе. Благодарение Богу. Вкушая слова всемогущего Бога и рассуждая о них, мы с вами достигли роста. Это так. Почувствовали, что Слово всемогущего Бога – истина и реальность. Аминь. За эти месяцы мы шагнули дальше, чем за годы веры в Господа. Начали понимать некоторые стороны истины и восстановили первоначальную веру. Получили радость от работы Святого Духа. Как будто мы стоим перед Богом лицом к лицу. Воистину на нас благословение. Да. Это же подтверждение от Святого Духа и наших сердец. Аминь. Это абсолютно правильное слово. Я чувствую себя более просвещенным после чтения. Но очень жаль, что мы получили слово всемогущего Бога, поздно, и лишь сейчас принимаем всемогущего Бога. Да. И виноваты в этом пасторы, эти лицемерные фарисеи. Они запутали нас ложью и обманом. Так, и есть. Но для нас слова всемогущего Бога – это проявление Святого Духа. Аминь. Это слова Святого Духа церквам в последние дни. Аминь. Мы услышали слова Божьи и приняли всемогущего Бога как второе пришествие Господа. Аминь. Единого Бога, сотворившего небеса, землю и все, что в них. Аминь. Можно сказать, мы восхищены к престолу Божию. Да. Но разве я не прав? Да. Мы восхищены к престолу Божию. Бог дал нам благодать и возвысил нас. Да. За эти месяцы я прочел слова всемогущего Бога и понял истины, над которыми бился годами. Да. Я разрешил немало проблем и неясностей в моей собственной вере. Да. И достиг более ясного понимания. Аминь. Аминь. Они не обозримы. Они открыли мне глаза. Чтобы из Божьего слова я не читал, я получаю насущный хлеб. Аминь. Это живая вода, которая течет от престола Божия. Аминь. Чем больше я читаю, тем сладостнее сердцу. Благодарение Богу. Вот еще один отрывок. Да. Слушаем. Я вижу, мы еще не обсудили с полной ясностью истину Библии. Наши братья и сестры не способны различить, что к чему. Им еще нужно укрепиться на пути истины. Верно. Нам нужно дать братьям и сестрам целостное изложение истины Библии. Тогда мы гарантируем, что они встанут на путь Господа. И их не похитит Восточная Молния. Я считаю, если Восточная Молния на самом деле от нашего Господа, а слова всемогущего Бога есть истина и голос Божий, то все больше верующих последует за Восточной Молнией. Если это так, то ничто их не остановит. Однако, если бы это дело было основано людьми, их давно сломали бы Компартия Китая и тюремное заключение. Как они могли преуспевать и развиваться так быстро? Человеку это не под силу. Не от Бога ли на самом деле Восточная Молния? Хотя это кажется невозможным, поскольку Божьи слова и Божья работа не могут существовать вне Библии. Но последние годы Церковь Всемогущего Бога быстро развивалась, смогла выдержать жестокое подавление и тюрьму. Ее подавляла Компартия. Такое возможно только, если это работа от Бога. От Бога ли на самом деле Восточная Молния? Это трудно определить. А вот и братху. Скорее идем. 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 Христос последних дней приносит жизнь. Приносит неприходящий и вечный путь истины. Истина – это тот путь, посредством которого человек обретет жизнь. И это единственный путь, посредством которого человек познает Бога и получит одобрение от Него. Если ты не ищешь тот путь жизни, что дает Христос эпохи последних дней, ты никогда не получишь одобрение Иисуса. Тебя никогда не сочтут достойным того, чтобы войти через врата Царства Небесного. Потому что ты одновременно и марионетка, и узник истории. Те, кем управляют законы и письмена, те, кто скован историей, никогда не смогут обрести жизнь, никогда не смогут обрести вечный путь жизни. Причина этого в том, что вместо воды жизни, что течет от престола, все, что они имеют – мутная вода, застоявшаяся на протяжении тысяч лет. Те, кто не имеет воды живой, навсегда останутся трупами, забавой сатаны, сыновьями ада. Как же им тогда узреть Бога? Если ты только то и делаешь, что держишься за прошлое и стремишься оставить все, как было, на своих местах, если ты не стараешься изменить статус-кво и отбросить в сторону историю, не будешь ли ты тогда всегда против Бога? Этапы работы Бога, необъятны и могущественны, как бушующие воды или раскаты грома, а ты сидишь и пассивно ждешь разрушений, цепляясь за свои прихоти и ничего не делая. Если так, то как же можно считать тебя тем, кто следует по стопам Агнца? Как ты можешь подтвердить, что Бог, за Которого ты держишься, это Бог, Который всегда новый и ничуть не ветхий? Как слова в твоих пожелтевших книгах могут привести тебя в новую эпоху? Как они могут направить тебя на поиски этапов Божьей работы? И как они могут привести тебя на небеса? То, что ты держишь в руках, это всего лишь литература, которая может дать временное утешение, а не истины, способные подарить жизнь. Писания, что ты читаешь, могут обогатить твой словарный запас, но не могут дать слов мудрости, которые помогли бы тебе познать человеческую жизнь, не говоря уже о путях к твоему совершенству. Неужели это противоречие не дает тебе пищу для размышления? Разве оно не позволяет тебе понять таинство, что находится внутри? Способен ли ты сам попасть на небеса, чтобы самостоятельно встретиться с Богом? Без пришествия Бога сможешь ли ты попасть на небеса, чтобы насладиться семейным счастьем с Ним? Ты все еще грезишь? Я предлагаю, чтобы ты перестал мечтать и посмотрел на того, кто работает сейчас, кто исполняет труд по спасению человека в последние дни. Если ты этого не сделаешь, ты никогда не обретешь истины и никогда не обретешь жизни. Кто мог прийти в такое время? Тихо. Там кто-то есть. А может, это из нашей церкви? Открою дверь. Пастор Джуи, старейшина Лю. Прошу вас. Пастор Джуи, старейшина Лю. Пастор Джуи, старейшина Лю здесь. Брат Чинь. Брат Линь. Вы читаете книги Восточной Молнии? Вместо того, чтобы читать на собраниях Библию, даже смотрите фильм Восточной Молнии? Кажется, стали последователями Восточной Молнии. Как вы могли. Практикуйте веру согласно Библии. Во время проповеди нужно толковать только Библию. Аминь. Пренебрегая ею, вы уходите с пути Господа. Это все равно, что предавать Его. Аминь. Вам надо исповедовать свои грехи Господу. Да. Пророчества о Втором пришествии почти исполнились. День Его пришествия перед нами. Он придет и вознесет нас в Царство Небесное. Аминь. Вы должны вовлекать сестер и братьев в чтение Библии и ожидать пришествия Господа. Аминь. Только чтением Библии и удерживаемся на пути Господнем. И когда придет Господь, Он возьмет нас в Царство Небесное, а не отвергнет нас. Прав я или нет? Господь пришел с новыми словами. Если мы продолжим читать Библию, мы отстанем. Таким образом нельзя понять больше истины с Библией, чем и слов всемогущего Бога. Брат Чень, вы обсуждаете слова всемогущего Бога, читаете слова всемогущего Бога, но Библию не читаете. Ответьте нам, что здесь происходит? Старей Шен-Элю, пастор Джу, присядьте, прошу вас. Давайте все сядем. Старей Шен-Элю, вы можете сесть здесь. Благодарение Богу. Старей Шен-Элю, пастор Джу, в последние годы религиозный мир потускнел и обезлюдил. Многие утратили веру и любовь. Сильно сократилась посещаемость. Вы в курсе этой ситуации? Из-за этой мрачной ситуации в церкви и недостатка жизни в ней, мы ищем работу Святого Духа. Верно. И сейчас мы узнали, что Святой Дух говорит церквам. Аминь. Услышали глаз Божий и нашли следы Его работы. Аминь. Так порадуемся этому. Да. Совершенно. Почему вы до сих пор возражаете? Да. Вы говорите, что вера должна согласоваться с Библией, и в проповедях нужно толковать лишь Библию. Разве эти годы мы все не читали Библию? Разве вы толковали Библию для нас недостаточно часто? А результат? Где радость от работы Святого Духа? Нет никакой работы Святого Духа. Души наших братьев и сестер не насытились. Они пассивны, а некоторые ушли из церкви. Разве эти факты вам неизвестны? Если мы не будем стремиться к работе Божьей и искать слов, которые Святой Дух обращает к церквам, мы погибнем от духовного голода. Точно. Да, все и есть. Все правильно. Это точно и действительно так. А сейчас? Едим и пьем слова всемогущего Бога. Наше душевное состояние приходит в норму. Наша вера и любовь обновились. Мы вкусили сладость и испытали радость работы Святого Духа. Слова всемогущего Бога мы чувствуем, как голос Божий, глаз вернувшегося Господа Иисуса. Аминь. Читая слова всемогущего Бога, мы лучше понимаем истину, видим яснее и знаем. как идти вперед. Кажется, мы стали на прямой путь веры. Да, так и есть. Разве вам не радостно видеть, как мы благословлены? Разве вы не хотите приветствовать явление Господа? Верно. Нельзя продолжать цепляться за Библию. Мы должны искать слова и работу Бога в последние дни. Верно. Конечно. Прочтите слова всемогущего Бога. Слова всемогущего Бога – это слова вернувшегося Господа. Это слова Святого Духа к церквам. Они выражения истины, пути и жизни. А это намного важнее остального. Если у вас появится ясность, вы узнаете, кто это говорит, кто совершает работу суда в последние дни. Это верно. Верно. Разве пастор и старейшина не должны разобраться в работе Божьей? Да, вам следует разобраться. Верно сказал. И читая слова всемогущего Бога, мы понимаем истину чуть больше и решаем некоторые трудности. Верно. Мы практикуем веру, невзирая на проблемы. Да. Я принимаю людей у себя, и мне все ясно. Раньше считалось, что одно собрание в неделю – это много. А теперь даже три раза в неделю маловато. Да, так и есть. Правильно. Мы так много получаем с каждого собрания. Разве это не работа Святого Духа? Да, конечно. Разве это не доказывает, что всемогущий Бог выражает истину? Аминь. Да. Ага, верно. Да. Именно. Вы правы. Да. Чем больше мы общаемся о словах всемогущего Бога, тем яснее и понятней становится истина. Честно говоря, ваше толкование Библии не имели на меня такого действия. Почему? Стоит нам прочитать слова всемогущего Бога, мы начинаем постигать истину и приобретать ясное понимание. Почему слова всемогущего Бога дают нам заряд жизни? Да. Посмотрите. Мы понимаем Божью волю, познаем Бога и принимаем работу Святого Духа. Да. Это доказывает, что слова всемогущего Бога это истина и голос Божий. Аминь. Почему же вы тогда не ищите истинного пути? Да. Сами взгляните на слова всемогущего Бога. Да. Посмотрите сами. Да. Посмотрите сами. Пожалуйста. Посмотрите. Не упустите возможности. Слава Господу! Вы получили истинную веру, когда читали слова всемогущего Бога. Вы испытываете радость от церковной жизни. Это чудесно. Благодарим Богу. Это любовь Божья. Мы не против вашего изучения истинного пути. Только проблема в том, что вы оставляете имя Господа Иисуса, поклоняясь всемогущему Богу. От Библии нам нельзя отклоняться. Все ее слова – это слова Божьи. Аминь. Читая Библию, мы читаем Божьи слова. Аминь. Я не понимаю. Зачем искать Божье слово вне Библии? Божье слово и Божья работа целиком находятся в Библии. Аминь. Неужели вам это не понять? Вы проповедуете много лет и должны знать, что Божьи слова и труд полностью есть в Библии. Верно. Слов Божьих вне Библии нет. Любое учение вне Библии – это ересь. Разве не понятно, зачем читать слова всемогущего Бога? Почему именно их? Ответьте мне. Пастор Джу, старейшин Лю, позвольте спросить, почему, столько лет толкуя Библию, вы не получали радость от работы Святого Духа? Да. Почему? Почему мы не получали заряд жизни, слушая, как вы толкуете Библию? Да, верно. Вы не задумывались? И почему мы пришли к пониманию столь многих истин, читая слова всемогущего Бога? Почему мы принимаем работу Святого Духа, когда обсуждаем слова всемогущего Бога? Аминь. Разве вы не понимаете, что это значит? Как нам известно, Господь Иисус обещал прийти снова. Он вернется, чтобы совершить работу суда, начиная с Дома Божия. Всемогущий Бог совершает именно эту работу суда, начиная с Дома Божия. Аминь. Почему вы не стремитесь изучать и искать? Это верно. Вам следовало бы в этом разобраться. Разве Библия заменит слова вернувшегося Господа Иисуса? Думаете, толкование Библии заменит поиск и слышание гласа Божьего? Вы говорите, что Библия – это Божье Слово, и поэтому пытаетесь оградить людей от поиска истинного пути и от слышания Божьего голоса. Разве это не сопротивление Богу? Да. Да, сопротивление Божьего Слово. Может ли Слово Божие в Библии заместить слова, пророчествующие в Откровении, сказанные Святым Духом Церквам? Заменит ли Библия работу суда Бога в последние дни? Поэтому у вас всегда были такие неразумные идеи и заблуждения. Поэтому сейчас вы удерживаете верующих от поиска истинного пути. Вам нужно поразмыслить над тем, что вы творите. Не удерживайте людей от поиска истинного пути. Правильно. Перестаньте это делать. Нам всем нужно искать и изучать. Когда Иисус начал свою работу, фарисеи цеплялись за Библию, яростно сопротивлялись, осуждали Господа Иисуса и мешали прочим следовать за Господом Иисусом. И что с ними произошло? Разве их не нашло наказание и проклятие Божие? Верно. Мы не можем совершить ту же ошибку. Преподанный фарисеям урок для вас не прошел даром. Мы не можем встать на ту же ложную тропу. Старейшина Лю, пастор Джо, почему бы вам не прочитать слова всемогущего Бога с нами? Верно. Сами увидите, являются ли слова всемогущего Бога словами вернувшегося Господа Иисуса, если бы Господь вернулся? Разве не следует нам искать и изучать? Да. Давайте изучать. Давайте изучать. Давайте изучать вместе. Старейшина Лю, пастор Джо, завтра благовестники из церкви всемогущего Бога придут пообщаться с нами. Хотите поучаствовать? Приходите. Приходите. Если будут вопросы, вы сможете задать или поспорить с ними. Пожалуйста, не упустить эти возможности. Верно. Чем больше мы спорим, тем яснее становится наше понимание истины. Я приду. Благодарение Богу. Благодарение Богу. Хвала Богу. Пастор Джо? Ладно, приглашайте их. Самому интересно, что за шумиха вокруг восточной молнии? Благодарение Богу. Благодарение Богу. Что с тобой? О чем размышляешь так поздно? Сегодня мы с пастором Джо ходили к Чен Юнгуану. Они вправду верят в восточную молнию. Вот как? Да. Я и представить не мог, что через несколько месяцев брат Чень станет проповедовать с такой проницательностью. Их учение об истине хорошо обосновано. Но я не понял, как они выросли так быстро. Они все время изучали восточную молнию. Читали слова всемогущего Бога. Они проповедуют истину, которая неопровержима. Остается лишь смириться. Кажется, истина и вправду на стороне восточной молнии. Неудивительно, что так много верующих, стремящихся к истине, верят в восточную молнию. Значит, выходит, что восточную молнию и правда стоит изучать. Иначе, почему добрые овцы церкви обращаются к вере в восточную молнию? А? Джи-джун, полагаешь, восточная молния может быть возвращением Господа Иисуса? Сейчас не могу ответить. Завтра брат Чэнь пригласит членов церкви всемогущего Бога. Они пообщаются с нами. Я собираюсь во всем разобраться. Но вера в Господа не может уходить в сторону от Библии. Главное не останавливаться на этом пути. Брат Гао, брат Сун, садитесь, пожалуйста. Мы рады. Садитесь, пожалуйста. Хорошо, что пришли. Позвольте мне представить всех друг другу. Брат Гао, Чи Юань и брат Сун Ян из церкви всемогущего Бога. Благодарение Богу. Пастор Джу и старейшина Лю из нашей церкви. Приветствуем вас на этом общении об истине. Присаживайтесь. Садитесь. Садитесь. Как только всемогущий Бог начал свою работу суда в последние дни в материковом Китае, люди из разных динаминаций, жаждавшие явления Божьего, обратились к всемогущему Богу. Аминь. Все они были восхищены к Богу, потому что услышали Его голос и наслаждались потоками живой воды, которая течет от престола Божия. Аминь. Они побывали на брачной вечере Агнца. Аминь. Это мудрые девы, которые были вознесены к престолу Божию. Аминь. За несколько месяцев обучения мы пришли к пониманию этой истины. Верно. Да. Благодарение Богу. В прошлом у нас были собственные представления. Мы верили, что Библия вдохновлена Богом и она Божье слово, что Библия представляет Бога и что слова Библии представляют все Божьи слова и весь Его труд, что соблюдение Библии гарантирует место в Царстве Небесном. Все эти годы мы не искали Божьей работы последних дней. Мы все жили во тьме и отчаянии. Мы потеряли присутствие Божие и работу Святого Духа. Под давлением этого мы искали Церковь, в которой бы производил работу Святой Дух. Да. Благодарение Богу. Бог даровал нам свою благодать. Аминь. И позволил услышать Его голос, найти следы Его работы, а также возвратиться к Нему. Аминь. Аминь. Благодаря этому опыту и фактам мы узнали, как следует думать о Библии в нашей вере и как взаимосвязаны Бог и Библия. Понимание этой стороны истины очень важно. Да. Оно определяет, сможем ли мы быть вознесены к Божьему престолу, сможем ли мы войти в Царство Небесное. Да. Именно так. Если эта проблема не разрешится, ложные представления не дадут нам искать путь истины. Да, это правда. Ошибочные теории религии сопротивляются Богу. И нам следует установить истину об отношениях между Богом и Библией. Правильно. Верно. Это важный момент. Нужно понять эту истину. Правильно. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Обсудим все вместе. Да. Заняться поиском истины. Да, точно. Брат Гао, брат Сун, позвольте задать вопрос. Угу. Вы свидетельствуете, что Господь Иисус пришел, и Он – всемогущий Бог, и что Он изрек много истин и совершает работу суда последних дней. Это правда? Да, верно. Я считаю, это невозможно. Мы всегда придерживались того, что слова и труд Божий записаны в Библии, и что слова и труд Божий не существуют вне Библии. Аминь. Мы верим, что вера в Господа не может уклоняться от Библии. Если соблюдать Библию, войдешь в Царство Небесное. Аминь. Что неправильного в таком понимании? Растолкуйте, пожалуйста. Старейшина Лю прав. Божьи слова и работа находятся в Библии. Аминь. Невозможно, чтобы Бог говорил и совершал работу вне Библии. В Библии содержится вся полнота Божьего спасения. Библия представляет Бога. Аминь. Наша вера в Господа основана на Библии. А уклонение от Библии является предательством Его. Аминь. Разве вы не принимаете это как истину? Конечно. Правильно. Все Божьи слова и труд есть в Библии. Да. Несмотря ни на что, мы должны превозносить и поддерживать Библию. Аминь. Я верно сказал? Да. Конечно. Библия – все, что нужно, чтобы практиковать веру. Аминь. Братья и сестры, вы только что сказали, что все слова и труды Божьи есть в Библии. Что в Библии все Божье – спасение. Что Божьих слов и работы нет нигде, кроме Библии. Весь религиозный мир этому верит. Но, кажется, никто не может подтвердить истинность этого мнения. В прошлом мы рассматривали все вопросы в соответствии с Библией. Позвольте спросить. Это мнение религиозного мира согласуется с Божьим словом? Согласуется с Библией? Нет, 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 нет. Господь Иисус не говорил в Библии ничего подобного. Дух Святой тоже такого не говорил. Так откуда же происходит это представление? Ладно, послушаем. Откуда взялось это представление? Правильно. Давайте послушаем. Хорошо, этот вопрос легко объяснить. Я с уверенностью скажу, что такое представление происходит из человеческих идей и фантазий. Правильно. Из человеческих идей и фантазий. Почему я так говорю? Все мы с вами знаем, что Новый и Ветхий Заветы это запись о двух этапах Божьей работы. Что касается слов и трудов Божьих в период закона и в период благодати, осмелитесь ли вы сказать, что в Библии их полная запись? Конечно нет. Кто уверен, что все слова Божьи, сказанные через пророка в период закона, и все слова Господа Иисуса во время периода благодати записаны в Библии? Я бы не осмелилась. Всем вам хорошо известно, что многие слова Господа Иисуса не записаны в Библии. Верно. Слова Господа Иисуса в Библии – это лишь верхушка айсберга. Да. Многие пророческие книги из периода закона также не были включены в Библию. Это общепризнанный факт. Как вы могли сказать, что все Божьи слова и работа записаны в Библии? Разве это не прямо противоречит фактам? В этом смысле, разве вы не лжецы? Бугать? Ничего противиться. Господь Иисус не раз предсказывал, что Он придет снова. Как могли слова вернувшегося Господа Иисуса заранее быть записаны в Библии? Это невозможно. Нет, невозможно. Да, нужно понять со всей ясностью, Библия – это запись о Божьей работе в прошлом. Через столько лет после написания Ветхого Завета Господь Иисус пришел и совершил искупление в период благодати. Разве нет? Да, конечно. Скажите мне, слова Господа Иисуса автоматически записывались в Библию? Нет. Так не бывает. Верно. Это невозможно. Нужно было записать Божьи слова, прежде чем они стали библейскими. Аминь. Аминь. Есть логика. В последние дни всемогущий Бог пришел, чтобы произвести работу суда, начиная с Дома Божия и изрек все истины, чтобы очистить и спасти человечество. Могли ли они автоматически появиться в Библии? Нет. Это невозможно. А Церковь всемогущего Бога записывает все истины, изрекаемые всемогущим Богом в Библию периода царства. В книгу слово является во плоти. Эта Библия периода царства содержит только Божьи изречения. Нет ни одного человеческого слова. Аминь. Фактически, слово является во плоти. Это вечный путь жизни, дарованный Богом в последние дни. Аминь. Аминь. Благодаря Богу. Это сокровище, которое дал нам для Бога. Мнение, что все Божьи слова и труд есть в Библии, и что Божьи слова и труд не найти вне Библии, ошибочно, абсурдно и является порождением человеческих представлений и фантазий. Аминь. Все ли с этим согласны? Да, да, это правда. Они объяснили все в соответствии с фактами. Мне вспомнилось Евангелие от Иоанна. Многое другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Этот отрывок из Библии утверждает, что в ней не записаны все слова и труды Господа Иисуса. Библия – это очень ограниченное свидетельство. Как мы можем говорить, что Библия содержит запись всех Божьих слов и трудов? Что вы скажете? Ведь это явная неправда. Совершенно точно. Убеждение пастора и старишины, что слово Божье есть только в Библии, явно ошибочно. Конечно. Мы проясним это, прочитав отрывки из слов всемогущего Бога. Хорошо. Хорошо. Прошу открыть страницу 984. Всемогущий Бог говорит, «Все, что записано в Библии, ограничено и неспособно представлять весь Божий труд». В четырех Евангелиях немного меньше ста глав, в которых описано ограниченное количество событий, например, как Иисус проклял неплодную смоковницу, как Петр трижды отрекся от Господа. Явление Иисуса ученикам после своего распятия и воскресения. Учение о посте, о молитве, о разводе, рождении и родословии Иисуса, избрание Иисусом учеников и так далее. Записано немного, однако человек ценит это как сокровище и сверяет сегодняшний труд с тем, что записано в Библии. Люди даже верят, что записанное было всем, что Иисус совершил после своего рождения. Это выглядит, как будто они верят, что Бог мог совершить только этот труд и ничего другого больше не будет. Разве это не смешно? Откройте страницу 1274. Я прочту. Хорошо. В то время, в период благодати, Иисус лишь проповедовал Своим ученикам, например, о том, как жить в вере, как собираться вместе, как просить в молитве, как относиться к другим и так далее. Труд, совершаемый им, относился к периоду благодати, и Он изложил лишь то, что Его ученики и последователи должны были применять на практике. Он выполнил только работу периода благодати, но не труд периода последних дней. Работа Бога в каждую эпоху имеет четкие границы. Он совершает только тот труд, который нужен в конкретном периоде, и никогда не приступает заранее к следующему этапу работы. Только таким образом Его работа, характерная для каждого периода, может быть выдвинута на передний план. Иисус говорил только о признаках эпохи последних дней, о том, как быть терпеливым и как спастись, как покаяться и исповедать грехи, о том, как нести крест и переносить страдания. Он никогда не упоминал о том, как человеку следует входить в период последних дней, или о том, как стремиться угодить Божьей воле. Соответственно, не будет ли ошибкой искать в Библии описание Божьего труда в эпоху последних дней? Что ты сможешь разгадать, лишь держа Библию в своих руках? Будь это толкователь Библии или проповедник, разве может кто-то знать наперед труд сегодняшнего дня? Если хочешь увидеть работу периода закона и увидеть, как израильтяне следовали путем Иеговы, тогда ты должен прочитать Ветхий Завет. Если ты хочешь понять работу периода благодати, тогда ты должен прочитать Новый Завет. Но как ты представляешь себе работу последних дней? Ты должен принять руководство Бога, действующего в наши дни и осуществить вхождение в совершаемую сегодня работу, ибо это новая работа. И никто ранее не писал об этом в Библии. Совершаемая сегодня работа – это тропа, на которую человек никогда не ступал, и путь, которого никто никогда не видел. Это работа, которая никогда раньше не совершалась. Это последняя работа Бога на земле. Кто бы смог заранее, ничего не упустив, записать каждую крупицу совершаемой сегодня работы? Кто бы мог описать эту более могущественную и мудрую работу, которая бросает вызов устоям в этой заплесневелой старой книге? Совершаемая сегодня работа не является историей. И поэтому, если ты хочешь сегодня идти новым путем, тогда ты должен отойти от Библии. Тебе необходимо выйти за рамки пророческих книг Библии либо библейской истории. Только тогда ты сможешь полноценно стать на новый путь. И только тогда сможешь войти в новую сферу и новую работу. Аминь. Благодарение Богу. Верно сказано. Это правда. Слова всемогущего Бога согласуются с фактами. Библия это лишь запись слов и трудов Бога во время периода закона и периода благодати. Верно. Слова Божьи в последние дни не могли быть записаны заранее. Правильно. Верно. Мы прежде утверждали, что все Божьи слова и труды есть в Библии, но это не согласуется с фактами о Божьем о Божьем труде. Да. Да. Если вера основывается на Библии, мы не изучаем Божий труд в последние дни и отказываемся принимать возвращение Господа Иисуса и будем оставлены Богом. Так исполняются слова Господа Иисуса. Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Если мы не приветствуем Господа, когда Он приходит, разве не предаем Его. Я не разделяю ваши взгляды. Сколько раз пасторы и старейшины говорили, что мы не должны удаляться в своей вере от Библии. Лишь следуя за Библией можно заслужить Царство Небесное. Неужели они ошиблись? Да. Пасторы и старейшины не могут ошибаться. Почему вы всегда слушаете Старейшину? Вы говорите, что следуя за Библией можно заслужить Царство Небесное? Вот вопрос. Есть ли доказательства этому в Библии? Говорил ли об этом Господь Иисус? Говорил ли Святой Дух? Откуда взялось такое представление? Доказательства нет. Все правильно. С этой идеей есть большая проблема. Библия составлена людьми, отнюдь не Богом. И поскольку она составлена людьми, в ней были допущены ошибки. Ибо люди еще не получили Божье совершенство и не имели всей истины. И были не способны отличить, что от человека, а что от Бога. В частности, не способны были распознать, если в человеческом опыте и свидетельствах были отклонения. К тому же, при недостатке истины и способности различать, человек выбирал то, что ему по нраву, в соответствии со своими представлениями, вычеркивая то, что происходило от Бога, но не согласовывалось с Его мыслями, что вело к другим ошибкам. Так что люди неизбежно допускали ошибки, составляя Библию. Если наша вера основана на одной Библии, где уверенность, что мы войдем в Царство Небесное. Разве я не прав? Прав. Он прав. Это действительно так. Это правда. Никто бы за это не поручился. Ни убавить, ни прибавить. Точно сказано. Господь Иисус никогда не говорил, что только следуя за Библией, можно попасть в Царство Небесное. О Царстве Небесном Господь Иисус сказал просто, не всякий говорящий Мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Аминь. Господь Иисус выразился просто, только те, кто исполняет волю Отца Небесного, войдут в Царство Небесное. Я спрошу тех, кто настаивает, что лишь исполняющие Библию войдут в Царство Небесное. Следование Библии то же самое, что исполнять волю Отца Небесного. Может ли Библия заменить работу Святого Духа? Нет. Без работы Святого Духа может ли человек достичь спасения, придерживаясь Библии? Думаю, ни в коем случае. Верно. Можно ли очистить человеческие пороки чтением Библии? А характер жизни можно ли изменить? Придя к пониманию Библии, познает ли человек Бога? Ни в коем случае. Как всем известно, фарисеи хорошо понимали Библию, но зачем они пригвоздили Господа Иисуса ко кресту? Когда приходил Господь Иисус, почему Он проклял фарисеев и этих великих толкователей Библии? Следуя Библии, вы способны узнать голос Божий? Значит ли это, что вы восхищены к престолу Божию? Или что вы на брачной вечере Агнца? Есть ли у вас ответы на эти вопросы? Господь Иисус говорил, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь. Аминь. Вам Библия заменяет Господа, а также слова и труды Второго пришествия. Разве это не предательство Господа? Вы слуги Господа или слуги Библии? Вы служите Библии или Господу? Не понимая отношений Библии и Господа, как вы надеетесь познать Его? Это верно. Вы поклоняетесь и слепо верите Библии, ищите вечную жизнь через Библию, но у вас не получается повиноваться и поклоняться Господу. Разве это не та же самая дорога, по которой шли фарисеи? Разве фарисеи не поклонялись Библии вместо Господа? Не пригвоздили Господа Иисуса ко кресту, навлекая на себя проклятие? Это факт. Его невозможно отрицать. Правильно. Абсурдно утверждать, что придерживаясь Библии, вы войдете в Царство Небесное. Да. Конечно. 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 Вы верите в Господа уже много лет и придерживаетесь таких нелепых взглядов. Чем же вы отличаетесь от тех лицемерных фарисеев? Вы давно верите в Господа и не поняли истинную природу вопроса? За годы вери мы должны прийти к пониманию воли Господней. Господь пришел в последние дни, чтобы забрать святых в Царство Небесное. Аминь. Но как Он заберет святых в Царство Небесное, никто точно не знает. Но Господь сказал, что мудрые девы, которые слышат голос жениха, пойдут на пир с Господом. Аминь. Значит, в новом пришествии Господа в последние дни те, кто услышит Его голос и пойдет вместе с Ним на пир, будут взяты в Царство Небесное. Аминь. А больше всех блаженны, слышащие голос Господа. Аминь. Благодарение Богу. Мы поистине так благословлены, принимая работу Давайте задумаемся. Если кто-то знает Библию наизусть, значит ли это, что он способен узнавать голос Господа? Нет, не значит. Если кто-то цитирует Библию, знает ли он голос Господа? Да. Фарисеи были сведущи и объясняли тексты другим, но пригвоздили Господа Иисуса ко Кресту. Что же было не так? Следовательно, лишь любящие истину и способные слышать голос Божий приветствуют Господа. Аминь. И получат от Него жизнь, только их вознесут в Царство Небесное. Аминь. Благодарение Богу. Благодарение Богу. Все истина. Мы слепо доверяли пасторам и старейшинам и сводили работу и явление Божие к Библии. Думали, что придерживаясь Библии, мы войдем в Царство Небесное и получим вечную жизнь, не приложив усилий для поиска истинного пути. И не зная, как искать и как услышать слова, которые Святой Дух сказал церквам, как же мы надеялись увидеть Божье явление. Правильно. Да. Правильно. Да. И что хуже всего, я даже следовал за пасторами, сопротивляясь работе Всемогущего Бога в последние дни. Сам того не знаю, я встал на путь противления Богу, по которому когда-то шли фарисеи. Это верно. Да. Мы были слепы и невежественны. Да. Поняли. Только через общение с этими братьями, я понял вот что, идя по следам Божьей работы, мы можем получить полное спасение Божье. Аминь. Если мы будем только придерживаться Библии и не примем работы Божьей в последние дни, наверняка будем оставлены и отсеяны. Правильно. Как мы надеемся получить спасение и войти в Царство Небесное? Да, это верно. В прошлом, годами веря в религию, мы слушали, как пасторы объясняли нам Библию, но получали так мало истины. Правильно. Мы верили, что все Божьи слова и труд содержатся в Библии, и что, следуя за Библией, мы войдем в Царство Небесное. В результате отвергали работу Бога в последние дни. Нам повезло, что мы не оставлены и не отсеяны Богом. Да, правильно. Плохие новости, братчин. Кто-то донес, где мы собираемся. Лучше уйти в другое место. В какое? Перенесем собрание, пока не приехала полиция. Сестраху, выйдем первыми. Пастор Джо, такие беседы редко случаются, но это захватило нас всех. Да. подыщем другое место и продолжим. Я тоже на это надеюсь. И я тоже. И я тоже. хорошо. Беседа братьев очень поучительна. Как и все, о чем они говорили. Братчин, перейдем на новое место. Ладно. А может, перейти и на мой склад? Он в безопасном месте. Отлично. Великолепно сюда. Приберем здесь сперва. Идемте. старейшина Лю. Мой склад там, впереди. Осторожнее. Все мы с вами знаем, что Новый и Ветхий Заветы – это запись о двух этапах Божьей работы. Что касается слов и трудов Божьих в период закона и в период благодати, осмелитесь ли вы сказать, что в Библии их полная запись? Господь Иисус не раз предсказывал, что Он придет снова. Как могли слова вернувшегося Господа Иисуса заранее быть записаны в Библии? Совершаемая сегодня работа не является историей. И поэтому, если ты хочешь сегодня идти новым путем, тогда ты должен отойти от Библии. Тебе необходимо выйти за рамки пророческих книг Библии либо библейской истории. Только тогда ты сможешь полноценно стать на новый путь. И только тогда сможешь войти в новую сферу и новую работу. Аминь. Брат Грант, Лео, прошу вас. Истинные свидетельства, которыми вы поделились с нами, согласуются с Библией. Вы также дали нам новый взгляд на мир. Божья работа открывает новые грани. Нельзя утверждать, что вся Божья работа есть в Библии. Точно. Я собираюсь изучать истинный путь. Я очень рад. Благодарение Богу. Пойдемте. Все же есть не вполне понятные мне вопросы. Уже недалеко, а скоро отойдем. Брат Ли, у вас это правда укромное место. Да, здесь безопасно. Верующие в Китае терпят яростные преследования, аресты гнет правительства. Брат, позвольте мне. Хорошо. Собрание, как на войне. Все время меняем места. Вы правы. Братсон, нужно убрать лестницу. Здесь нам совершенно безопасно. Сюда, осторожнее. Пожалуйста. Главное, не останавливаться на этом пути. Конечно. Брат Гао, братсон, я еще не все понимаю и хочу получить ответ. Вы говорите, что Библия не полностью является Словом Бога, что в ней есть как Божье Слово, так и человеческое. У меня немного другое объяснение. Две тысячи лет у верующих было мнение, что Библия богодухновенно и представляет Божье Слово. То есть, Библия представляет Господа. Все годы своей веры я был в этом убежден. Поэтому, я надеюсь, вы поделитесь своими взглядами. Библия дана по Божьему вдохновению и является Божьим Словом. Это признано в религиозном мире. Аминь. Нет никакого сомнения. Верно. Братья и сестры, Библия канон христианства и наделена высшим авторитетом. Библия значит, представляет Господа. Аминь. Аминь. Вы должны ясно понять это. Аминь. Библия дана Божьим вдохновением. Это Его Слово. Поэтому, те, кто следует Библии, никогда не впадут в заблуждение. Аминь. Аминь. Пастор Джу, можно спросить? Конечно. Является ли истинной то, что признает весь религиозный мир? Обязательно ли это в согласии с Божьими мыслями? Что вы об этом думаете? Ну. Будучи пастором столько лет, вы должны знать, что Господа Иисуса осуждали иудеи, когда Он пришел выполнить свою работу. Пастор Джу, вы со мной согласны? Так а вы факты. Позвольте спросить, от Бога ли осуждения со стороны религии представляют ли истину взгляды религиозного мира? И если весь религиозный мир называет что-то ересью, будет ли это фактом? Нет. Пастор Джу, полагаю, вам это совершенно ясно. Вы утверждаете, что вся Библия богодухновенно является Его словом? Где доказательства? Все Писание богодухновенно. Это слова Павла. Станете отрицать? Разве слова Павла представляют Господа Иисуса? Говорил ли Господь Иисус подобное? Святой Дух свидетельствовал ли об этом? Нет. А если ни Господь Иисус, ни Святой Дух не свидетельствовали об этом, а только Павел затронул эту тему? Истина ли это? Только Слово Божие истина, а Слово человека может ею быть. В кого вы верите? Вы верите в Господа Иисуса или вы верите в Павла? О ком свидетельствует Библия? О Павле или о Боге? Что вы скажете? Конечно, что о Боге. Вы говорите, что Библия представляет Господа. Пастор Джу, вы и вправду в этом уверены? Может ли Библия представлять Господа? Заменить собой Второе пришествие Господа Иисуса? А выполнить работу Суда Божия в последние дни вместо Него? Не может быть. Пастор Джу, пожалуйста, ответьте на эти вопросы. Пастор Джу, слышите меня? Не могли бы вы ответить на вопросы? Кажется, у пастора Джу нет на это ответов. Что ж… молчат. Раз вы пригласили благовестников из церкви всемогущего Бога, пусть они поделятся с нами. Давайте послушаем, что благовестники скажут на эту тему. Да, давайте. Благодарение Богу. Множество верующих думают, что Библия дана нам Божьим вдохновением и является Словом Божьим. Это явно ошибочное представление. Послание, переживания и свидетельства апостолов Библии указывают на конкретного автора. Совершенно понятно, что Библию писали люди разных эпох. Как могут их свидетельства рассматриваться в качестве Божьего Слова? Если встать на позицию религиозного мира, ясно, что все авторы Библии – люди, однако их слова стали словами Божьими. Где здесь логика? Сущность Бога и человека в корне различны. Божьим Словом владеет только Бог. Аминь! А человек только человеческим. Аминь! Если Слово человека – это Божье Слово, позвольте узнать, разве все авторы Библии были Богом? Нет. Они утверждали, что они Бог? Не утверждали. Они утверждали, что все их слова были Бога духовенны? Вовсе нет. Что вы скажете на поставленный вопрос? Если вы утверждаете, что все они Бог, это противоречит фактам, ведь Бог есть только один. Аминь! Вообще, понятно, что они люди, но вы настаиваете, что на самом деле они Бог, это богохульство. Если вы признаете, что все они люди, но их слова – слова Бога, вы искажаете факты и вводите людей в заблуждение. Это равносильно напротивлению Богу и хуле на Него. Потому что в Библии, за исключением Моисея и пророков, никто не получал указания от Бога передать Его слово. Они вовсе и не утверждали, что их Писание Бога духовенны. Да. Если кто-то, не имея доказательств, утверждает, что эти люди говорили Божье слово, тогда Он бесстыдно несет чушь. Правильно. Без настоящих доказательств это бессмыслица. Авторы двух заветов – люди, которых использовал Бог. В то время они испытывали работу Божью. У них были познания Бога, и они чувствовали бремя в сердцах. Они изложили свои переживания и свидетельства в письменной форме и распространили их среди святых по церквам. Да. Но кто-то посчитал, что их переживания и свидетельства особенно назидательны в большей степени, чем свидетельства простых людей, и стали за ними слепо следовать и почитать их, думая, что их слова от Бога, поскольку человек не мог написать такое. Так и появились эти заблуждения и ложные представления. Они распространились повсюду и были приняты множеством людей. В конце концов, они стали учениями религиозного мира. Понятно. Нанесенный этим ущерб не измерить. Это верно. Если бы не пришел всемогущий Бог, кто тогда все это понял бы? Правильно. Правильно. Многие говорят, что все должно быть по Библии и Слову Божьему, но не разбираются в этом соответствии с Божьим Словом. И никто не старается искать истину и изучать факты, относящиеся к этой теме. Что вы скажете? Прав ли я? Да. Вы правы. Прочтем слова всемогущего Бога. Прочтем. Благодарение Богу. Откроем страницу 956. Всемогущий Бог говорит. Сегодня люди верят, что Библия – это Бог, а Бог – это Библия. Также они считают, что все слова в Библии были единственными словами, которые говорил Бог, и что все они были произнесены Богом. Те, кто верит в Бога, даже думают, что хотя все из 66 книг Ветхого и Нового Заветов были написаны людьми, они все были даны вдохновением Бога и записью слов, изреченных Святым Духом. Это является ошибочным человеческим толкованием и не вполне согласуется с фактами. На самом деле, помимо книг пророчества, большая часть Ветхого Завета является историческим документом. Некоторые из посланий Нового Завета были написаны основываясь на человеческом опыте, а некоторые стали результатом просвещения Святым Духом. Послания Павла, например, возникли вследствие человеческой работы. Все они стали результатом просвещения Святого Духа и были написаны для церквей. Это были слова увещевания и ободрения для братьев и сестер всех церквей. Это не были слова, изреченные Святым Духом. Павел не мог говорить от имени Святого Духа, и также он не был пророком, и он не видал видений. Его послания были написаны для церквей в Эфесе, Филадельфии, Галатии и для других церквей. Если люди рассматривают послания либо слова, например, Павла, как слова Святого Духа, и поклоняются им как Богу, тогда можно лишь сказать, что они слишком неразборчивы, говоря более резко. Разве это не богохульство? Как мог человек говорить от имени Бога? И как люди могли склоняться перед записями Его посланий и перед сказанными им словами, как если бы они были Священной книгой либо Небесной книгой? мог ли человек случайно изрекать Божьи слова? Как мог человек говорить от имени Бога? Не все записанное в Библии является записью слов, которые произносил лично сам Бог. В Библии просто задокументированы предыдущие два этапа Божьего труда, из которых одна часть является записью предсказаний пророков, а в другой записаны опыты знания, написанные людьми, которых использовал Бог на протяжении этих периодов. Человеческий опыт осквернен человеческими мнениями и знаниями, что является неизбежным. Во многих книгах Библии представлены человеческие понятия, человеческие предрассудки и абсурдные человеческие толкования. Разумеется, большинство слов являются результатом просвещения и озарения Святым Духом, которые являются правильными толкованиями, но все же нельзя утверждать, что они являются абсолютно точным выражением истины. Аминь. Братья и сестры, прочитав слова всемогущего Бога, мы все можем видеть, что Библия не полностью является Словом Божьим и не полностью богодухновенно. А какие части Библии являются Божьим Словом, а какие человеческим опытный глаз различит. Да. Ибо имя автора указано в каждой книге Библии. И также ясно указано, какие части Библии содержат Божьи слова. Да. Отчего же, не моргнув глазом, слова человека и слова сатаны принимают за Божьи? Разве так будет справедливо? Когда верующие настаивают, что человеческие слова – это Божьи слова? Что, по-вашему, чувствует Бог? Разве это справедливо? Разве это не клевета и хула на Бога? Это так. Каков вес человеческого слова в глазах Бога? почему мы не удосужимся задуматься, как можно сравнивать человеческое слово с Божьим? Суть Бога и человека совсем разные. И еще дальше друг от друга слово Бога и человека. Аминь. Если же через озарение Святым Духом слово человека соответствует истине, это большое достижение. Если слово человека не направляется работой Святого Духа, разве это не заблуждение? Если верующие в Бога не способны этого увидеть, то они слишком глупы и невежественны. Ныне весь религиозный мир принимает слова человека в Библии за Божье слово. Это показывает, что в религиозном мире никто не знает Бога. В религиозном мире большинство лидеров – лицемерные фарисеи, по-настоящему знающие Бога никогда не поверят, что Библия богодухновенна и она Божье слово. Они не станут слепо поклоняться Библии и относиться к ней как к Богу. Широко распространен взгляд, что Библия богодухновенна и это слово Божье и что она представляет Бога. Это самое абсурдное, неверное представление в религиозном мире. Аминь. Верно. Если что-то широко признано, не значит, что так и есть. Люди не принимают новую работу Божью из-за абсурдных заблуждений. Павел сказал, все Писание богодухновенно. В Божьих словах нет этому подтверждения. В Библии слово Бога – это слово Бога, а слово человека – это слово человека. Других вариантов нет. Я понимаю, что все мы обмануты заблуждениями религиозного мира, настаивая, что слова человека в Библии – это Божьи слова. Мы сами того не замечая, заместили Божье слово человеческим и приняли человеческие слова в Библии за истину. Верно. Веруя таким образом, мы отошли от пути Господня, что привело к образованию отдельных деноминаций и полному хаосу. Так что вывод ясен. Слово человека не может быть истиной и быть жизнью для человека. Аминь. Это слово Павла оказало крайне пагубное влияние на человечество. Точно. Это правда. Благодаря вашей беседе и словам всемогущего Бога, мы теперь можем различить заблуждения религиозного мира. Если бы не вы, я бы и дальше шел этой дорожкой. Благодарение Богу. Благодарение Богу. Благодарение Богу. Братья и сестры, отдохнем немного и продолжим беседу. Да. Братсон, была отличная беседа. Все начинают понимать истину и учатся различать. В Библии явно есть слова Бога, человека и слова сатаны. И все-таки пасторы и старейшины настаивают, что все слова в Библии от Бога. А разве это не сбивает людей с пути? Верно. И правда. Похоже, пасторы не понимают Библию. Точно. Легко пойти неверным путем, слушая их проповедения. Неверно. Надо разобраться в пасторах и старейшинах. И я согласен. Иначе пропадем. Истине. Точно. Правильно. Нужно разбираться в словах пасторов и старейшин, взвешивать на весах Божьего Слова, а не идти слепо за пасторами, слушая их заблуждения. Это верно. Я согласна. Хвала Господу. Пастор Джу, старейшина Лю стал на сторону Восточной Молнии. А нам что делать? Если нас будет все меньше, кому же мы будем проповедовать? Верно. Учение Восточной Молнии гораздо выше, чем я думал. Слова всемогущего Бога являются истиной. Их нельзя опровергнуть. Правильно. И так кажется, мы больше не можем рассчитывать на старейшину Лю в сопротивлении Восточной Молнии. Нужно придумать, как быть с последователями Восточной Молнии, а не смотреть, как Восточная Молния похищает наших овец. Да. Нужно сражаться с Восточной Молнией до конца. Верно. Пастор Джу, старейшина. Да. Раньше мы не читали слов всемогущего Бога и не знали фактов. Мы следовали за учениями религиозного мира, противодействуя Восточной Молнии. Но сегодня мы услышали слова всемогущего Бога и убедились, что слова всемогущего Бога истина. Все, что Он говорит, исходит от Бога. Если мы продолжим противодействовать, то будем сознательно противостоять истине? Это очень серьезно. Важный вопрос. Если это так, то такой грех не искупить. Это верно. Если знаешь истинный путь, противодействие Ему – оскорбление, и оно повлечет Божье проклятие. Пастор Джу, хорошенько поразмыслите об этом. В старейшину Лю никогда не подумал бы, что вы так быстро обратитесь в Восточную Молнию. Какой бы ни была проповедь Восточной Молнии, мы не можем принять ее, ибо их проповедь за рамками Библии. Наша вера основана на Библии. Пусть мне грозит кара, я буду ее держаться и не изменю свой взгляд на вопрос. Я тоже. Братья и сестры, разве мы не стали верующими, читая Библию? Да. Практикуем ли мы свою веру по Библии? Да. Никто не видел Господа. На чем мы основываем веру? Разве она основана не на Библии? Библия – свидетельство о Господе. Основа нашей веры. Аминь. Две тысячи лет люди основывают свою веру на Библии. И поэтому я верю, что Библия представляет Бога. Верить в Господа – это верить в Библию. Аминь. Что бы ни случилось, нельзя уклоняться от Библии. Как практиковать веру без Библии? Будет ли это верой? Что плохого в том, чтобы так практиковать веру? Скажите мне. Братья и сестры, как верят многие, Библия представляет Бога, Господа. И эта вера в Господа по сути является верой в Библию. Люди присвоили один и тот же статус и Библии, и Господу. Есть и такие, что признают Библию, а Бога нет. Они считают, что Библия – высший авторитет и даже стараются заменить ею Бога. Есть религиозные лидеры, которые признают Библию, но не признают Христа. И утверждают, что Второе пришествие проповедуют только еретики. В чем же конкретно проблема? Очевидно, что религиозный мир опустился до того, что признает лишь Библию, но не верит в возвращение Господа. Такому нет спасения. А отсюда ясно, что религиозный мир превратился в группу антихристов, противящихся Богу и считающих Его своим врагом. Нельзя отрицать, что многие религиозные лидеры – это лицемерные фарисеи, особенно те, которые заявляют, что проповедники Второго пришествия – это еретики. Все они антихристы и неверующие. Складывается впечатление, что многие люди не знают, что такое вера в Господа. Они называют свою веру в этого смутного Бога правильной верой и даже верят в Библию вместо Бога. Даже отвергают и осуждают воплощенного Христа последних дней. Они пренебрегают всеми истинами, которые Христос изрекал, игнорируя их. В чем здесь проблема? Это довольно глубокий вопрос. Нам стоит бы размыслить. В те дни, когда Господь Иисус совершал свою работу, разве иудеи не поступали так же? До того, как Господь Иисус явился совершить свой труд, люди основывали всю свою веру в Бога на Библии. Никто не мог определить, чья вера правильная, а чья нет. И, конечно же, никто не мог сказать, кто истинно повинуется Богу, а кто противится. Верно. Почему так произошло, что когда Господь Иисус стал исполнять Свой труд воплоти, открылось, кто есть кто? В этом Его всемогущество и мудрость. Когда является всемогущий Бог, Христос последних дней, тогда мудрые девы слышат Его голос и видят Божьи следы. Как они возносятся к престолу Божию. Аминь. А те неразумные девы за то, что не настаивали на Библии и не признали всемогущего Бога Христа последних дней, будут разоблачены и отвержены. Да. Ибо до сих пор они твердо придерживаются своей так называемой веры. Но когда придут бедствия, они закончат плачем и скрежетом зубов. Отсюда мы можем видеть, что те, кто цепляется за Библию и не принимает истины, те, кто верит лишь в Бога Небесного, но не принимает воплощенного Христа, все они не верующие и будут отсеяны Богом. Аминь. Это истина. Посмотрим, что об этом говорит всемогущий Бог. Хорошо. Хорошо. Я хочу зачитать. Страница 944. Старейшин, прочтем вместе. Всемогущий Бог говорит, с появлением Библии вера у людей в Господа стала верой в Библию. Вместо выражения «люди верят в Господа» точнее сказать, что они верят в Библию. Вместо «начали читать Библию» точнее сказать, что они начали верить в Библию. А вместо «обратились перед Господом» точнее было бы сказать, что они обратились перед Библией. Таким образом, люди поклоняются Библии, как если бы она была Богом, как будто это живительная кровь. И потерять ее означало бы то же самое, чтобы потерять свою жизнь. Люди ставят Библию столь же высоко, что и Бога. А есть и такие, кто возвеличивает ее даже больше Бога. Без работы Святого Духа, будучи неспособными ощущать Бога, люди продолжать жить могут. Но стоит им утратить Библию или известные библейские главы и изречения, то они будто жизни лишились. Они верят в мое существование только в пределах содержания Библии. Для них я такой же, как Библия. Без Библии нет меня, а без меня нет Библии. Они не обращают внимания на мое существование и деяния, но зато уделяют чрезмерное, особое внимание всем до единого словам Писания. А многие из них даже считают, что я не должен делать ничего, что я желаю, если только это не предсказано Писанием. Они придают Писанию слишком большое значение. Можно сказать, что они считают слова и выражения настолько важными, что используют библейские стихи для оценки каждого моего слова и для того, чтобы вынести мне приговор. То, к чему они стремятся, это не путь к совместимости со мной и не путь совместимости с истиной. Они стремятся к пути совместимости со словами Библии. Они также считают, что абсолютно все, без исключения, что не соответствуют Библии, не является моей работой. Разве такие люди не являются прилежными потомками фарисеев? Еврейские фарисеи использовали закон Моисея для того, чтобы осудить Иисуса. Они не стремились к совместимости с Иисусом того времени, а усердно и буквально соблюдали закон. До такой степени усердно, что в конечном итоге распяли невинного Иисуса на кресте, обвинив Его в том, что Он не соблюдает закон Ветхого Завета и в том, что Он не Мессия. В чем была их сущность? Не в том ли, что они не стремились к пути совместимости с истиной? Они были одержимы каждым словом Писания, при этом не обращая внимания на мою волю, на этапы и методы моей работы. Эти люди не искали истины. Они жестко следовали словам Писания. Эти люди верили не в Бога, а в Библию. По сути, это были сторожевые псы Библии. Чтобы оградить интересы и защитить достоинство Библии, чтобы защитить репутацию Библии, они зашли так далеко, что прибили милостивого Иисуса к кресту. Они сделали это только ради того, чтобы защитить Библию и чтобы поддержать статус всех без исключения библейских слов в сердцах людей. И они предпочли отказаться от своего будущего и искупительной жертвы, чтобы приговорить Иисуса, который не соответствовал библейской догме, к смерти. Разве эти люди не оказались рабами всех до единого слов Писания? А как насчет людей сегодня? Христос пришел, чтобы открыть истину, но они предпочли бы изгнать Его из своего общества, лишь бы получить благодать и доступ на небеса. Они предпочли бы полностью отказаться от прихода истины, только бы обезопасить интересы Библии. Они предпочли бы снова распять на кресте Христа, вернувшегося в плоть, чтобы обеспечить вечное существование Библии. Как человек может получить мое спасение, если его сердце столь злое, а его природа столь враждебна мне? Аминь! Аминь! Прочитав слова всемогущего Бога, давайте вместе порассуждаем, что это значит верить в Господа, что значит верить в Библию, как связаны Библия и Господь, что появилось раньше, Библия или Господь. Конечно, Господь! Тогда кто же совершает работу спасения? Бог совершает эту работу. Может ли Библия стать на место Господа в этой работе? Да нет. Может ли Библия представлять Господа? Нет. Не может. Люди слепо верят Библии и поклоняются ей. Значит ли это, что они поклоняются Богу? Конечно, это не может. Придерживаться Библии и переживать Божье Слово, одно ли и то же? Обязательно ли придерживаться Библии – это идти по пути Господа? Нет. Если люди ставят Библию выше всего, значит ли это, что они почитают Господа и возвеличивают Его? Никто не видит истину в этих вопросах. Тысячи лет люди слепо поклоняются Библии и придают ей тот же статус, что Господу. Некоторые изменяют Библии Господа и Его работу. Да. Но никто истинно не знает Бога и не послушан Ему. Да. Фарисеи придерживались Библии, но все-таки прибили Господа Иисуса ко кресту. Верно. В чем была проблема? Да. Разве понимать Библию значит понимать Бога? Разве держаться Библии значит идти по пути Господнему? Фарисеи были знатоками библейских толкований, но Бога они не знали. Да. Вместо того они распяли на кресте Господа Иисуса, который говорил истину. Правильно. Неужели мы на самом деле забыли об этом? Что значит на самом деле знать Бога? Считается ли знанием Бога способность толковать Библию и понимать библейскую мудрость? Если это так, зачем фарисеям противодействовать Господу Иисусу? Ведь именно они толковали Библию. Чтобы определить, кто способен знать Бога и повиноваться Богу, надо посмотреть, знает и почитает ли Он воплотившегося Христа. Аминь. Воплощенный Бог изобличает человечество, чего большинство не понимает. Да. Проклятие Господа Иисуса фарисеем – это доказательство того, что Бог обращается со всеми праведно. Аминь. Все верно. Благодарение Каждый получает по заслугам. Как ясно. Благодарение Господу. Тот, кто не повинуется Господу, а только слепо верит Библии, не получит Божьего одобрения. Да. Если вера только в том, чтобы исполнять Библию, а места для Господа нет в их сердцах, если они не могут возвеличивать Господа, не способны повиноваться Божьей работе и руководству, тогда не скажете ли вы, что такие люди лицемерные фарисеи? Конечно. Да. Разве не Антихрист сделал Христа своим врагом? Конечно. Итак, если кто-то цепляется за Библию, это не значит, что он приобрел истину и жизнь. Неправильно слепо следовать Библии. Да. Так не заслужить Божьего одобрения. Правильно. Да. Да. Бог стал плотью и изрек истину, чтобы очистить людей, чтобы избавить их от влияния сатаны, чтобы они могли повиноваться Богу и стать в итоге приобретенными Богом. Аминь. В этом цель и смысл работы воплощенного Бога. Аминь. Основа веры – поиск истины и переживания Господнего Слова. Только так мы получим работу Святого Духа и познаем Господа. Аминь. Аминь. Так мы сможем благоговеть перед Богом и возвеличивать Его. Так же в нас появится истинная вера и послушание Ее. Аминь. Вот истинное значение нашей веры. Аминь. Практикуя так веру, мы получим Божье одобрение. Аминь. Благодарение Богу. Отсюда каждый может ясно увидеть, что вера в Библию не равняется вере в Бога. Да, да. Аминь. Да, брат, вера в Библию не то же самое, что вера в Бога. А какова связь Бога и Библии? Да, пожалуйста. Побеседуйся с нами об этой истине. Об этом вопросе Господь Иисус сказал ясно. Пожалуйста, откройте Евангелие от Иоанна, главу 5, стихи 39-40. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь. Аминь. Да, все именно так. Из слов Господа Иисуса совершенно ясно, что Библия – это свидетельство о Боге. Это всего лишь запись о Божьих трудах в прошлом. Библия не представляет Бога, потому что Библия содержит только ограниченные сведения о Божьих словах и труде. Разве эти ограниченные сведения о Божьих словах представляют Господа? Да. Правда. Бог – Творец, наполняющий все. Он – Хозяин всего. Аминь. Жизнь Бога неистащима и беспредельна. Аминь. Человеку никогда не постичь Божьего изобилия и величия. Аминь. Да, это правильно. И та ограниченная запись Божьих слов и дел, содержащаяся в Библии, это лишь капля в огромном море Божьей жизни. Как может Библия представлять Бога? Как Библия может быть наравне с Богом? Да, это правильно. Бог может спасти людей. А может ли Библия спасти человека? Не может. Нет, не может. Бог может изрекать истину. А может ли Библия? Вовсе нет. Бог может просвещать и руководить человеком в любое время. А может ли Библия? Совсем нет. Конечно нет. Итак, Библия не может представлять Бога. Аминь. Человек ставит Библию и Бога наравне и считает, что она представляет Бога. Разве это не умоление Бога, не богохульство? Если для кого-то Библия занимает место Бога, то это отречение и предательство Его. Да, конечно, это очень серьезно. Бог – это Бог, а Библия – это Библия. Аминь. Библия не может представлять Бога и занимать место Божьей работы. Аминь. Библия – это запись о Божьей работе. Божьи слова в Библии – истина. Они – проявление характера Божьего и могут указать Его волю. Да. Но каждый этап Божьей работы представляет Божьи требования и волю для человечества на тот период. Аминь. Они не представляют слова и дела Божьи в другие периоды. Аминь. Надеюсь, это сейчас ясно всем? Ясно. Благодарение Богу. Чем больше я слушаю, тем не... Правильно. Только сейчас для меня все прояснилось. Оказывается, вера в Библию не вера в Господа. Ключ к вере в Господа – это исполнять и переживать Его Слово и познавать Его Слово. Только так мы получим Его одобрение. Благодарение Богу. В прошлом я думала, что вера в Бога требует понимания доктрины Библии. Что чем больше библейской мудрости я пойму, тем лучше станет моя вера. Но я забыла главное, что нужно для того, чтобы следовать по Его пути. Верно. Я шла по пути фарисеев в этом субботе. Братья мои, я узнал многое, слушая вашу беседу. И много подчерпну. Больше, чем я узнал за все предыдущие десять лет с тех пор, как уверовал. Господу. Это Его руководство и просвещение. Да. Что же касается подоплёки истории Библии, надо взглянуть на сказанное всемогущим Богом. Хорошо. 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 Всемогущий Бог говорит, что в ней задокументированы два этапа Божьей работы – период закона и период благодати. В Ветхом Завете присутствует хронологическое изложение происходящих в Израиле событий, а также описан труд Иеговы с момента сотворения мира и до конца периода закона. В Новом Завете записана проводимая Иисусом работа на земле, что и находится в четырёх Евангелиях, а также работа Павла. Разве они не являются историческими записями? То, что они записали, можно сказать, соответствовало их уровню образования и человеческим качествам. Записанное ими было результатом человеческого опыта, и каждый из них имел свои собственные средства записи и знания, и каждая запись отличалась от другой. Таким образом, если ты поклоняешься Библии как Богу, тогда ты безмерно невежественен и глуп. Почему бы тебе не заняться поиском той работы, которую Бог выполняет сегодня? Только Божий труд может спасти человека. Библия не может спасти человека. Она не изменилась в продолжении нескольких тысяч лет. и если ты поклоняешься Библии, то ты никогда не обретешь труда Святого Духа. Люди подходят к Библии с одержимостью и верой, но никому не удается с полной ясностью постичь историю Библии изнутри или ее суть. В результате, людьми по сей день овладевает какое-то неописуемое ощущение магичности, как только речь заходит о Библии. Более того, они одержимы ей и верят в нее. При всей этой слепой вере в Библию и таком уповании на нее, они не стремятся найти работу Святого Духа. В своих представлениях они полагают, что только Библия может явить труд Святого Духа. Только в Библии они могут отыскать Божьи следы. Только в Библии скрыты тайны Божьего труда. Только Библия, а не другие книги или люди, может прояснить все, что касается Бога, и пролить свет на полноту Его работы. Библия способна принести на землю работу небесную, и что Библия может как начать, так и завершить тот или иной период. С такими убеждениями люди не имеют никакого желания искать работу Святого Духа. Поэтому, сколько бы пользы не принесла Библия людям в прошлом, она стала препятствием на пути к совершению Божьей заключительной работы. Без Библии люди получают возможность искать следы Бога в другом месте. однако, сегодня Его следы заключены в рамках Библии, и распространение Его заключительной работы стало вдвойне тяжелее изнурительной задачей. Все это из-за этих известных глав и изречений из Библии, а также разных ее пророчеств. Библия стала идолом в умах людей, головоломкой в их голове. Они попросту не способны поверить, что Бог может действовать помимо Библии. Они не способны поверить, что люди могут найти Бога вне Библии. И тем более они не способны поверить, что во время заключительной работы Бог может отступить от Библии и начать все заново. Для людей это немыслимо. Они не могут в это поверить и не могут представить себе такого. Библия стала огромным препятствием на пути принятия людьми новой Божьей работы и осложняет распространение этой новой работы. Да. А сейчас страница 951. Тебя, Россия. Старейшина Лю, прочтете отрывок? Да. Благодарение Богу. В конце концов, что больше, Бог или Библия? Почему Божья работа должна соответствовать Библии? Можно ли утверждать, что Бог не имеет права быть выше Библии? Разве не может Бог отходить от Библии и совершать иную работу? Почему Иисус со Своими учениками не соблюдал субботу? Если бы Ему следовало соблюдать субботу и предписание в заповедях Ветхого Завета, почему тогда Иисус после Своего явления не соблюдал субботу, но вместо этого омывал ноги, покрывал голову, преломлял хлеб и пил вино? Разве все это есть в заповедях Ветхого Завета? Если Иисус почитал Ветхий Завет, почему тогда Он порвал с этими догматами? Тебе следует знать, что было сначала, Бог или Библия. Будучи господином субботы, разве мог Он не быть также господином Библии? Аминь. Аминь. Благодарение Богу. Благодарение Богу. Да. Братья и сестры, может ли Библия представлять Бога? Каковы отношения между Богом и Библией искать и исследовать истину по этому вопросу имеет важное значение? Да, правильно. Сперва нам нужно выяснить Бог. Кто же Он на самом деле? Бог творец всего, правитель всего. Бог тот, кто Он есть. Бог полон чудес. Бог единственный. Точно. Всесильный и мудрый. Бог правитель всех вещей. Бог объемлющий. Бог – это Бог всемогущий, Который был, есть и грядин. Аминь. Только Бог может спасти и руководить человеком. Да. Только Бог может решить судьбу человеческого рода. Аминь. Это общепризнанные факты. Все верно говорит. А теперь подумаем, как была сотворена Библия. А мы только что об этом рассуждали. Когда Бог окончил свою работу, люди, которых Он использовал, записали свои свидетельства и переживания. Их собрали вместе и составили Библию. Верно. Поэтому можно смело утверждать, что Библия – это просто запись о Божьей работе в прошлом. Это не более, чем свидетельство о Божьей работе. Да. Библия не может представлять Бога и не заменит Божий труд в спасении людей. Аминь. Если вера основывается на чтении Библии, а не на переживании Божьей работы, тот человек не получит работы Святого Духа и не спасется. Почему я так сказал? Потому что Божий труд спасения – это непрерывный процесс. Да. Поэтому не нужно зацикливаться на одной или двух стадиях Божьей работы. Да. Нужно следовать по следам Божьей работы, пока Бог не завершит работу по спасению человечества. Только так мы получим полное Божье спасение и войдем в место предназначения человечества. Аминь. Благодарение Богу. Благодарение. Благодарение. Так же все это точно. Божий план управления для человечества состоит из трех периодов работы. Работа периода закона, периода благодати и периода царства. Сейчас все понимают, что период закона был временем, когда Бог использовал закон, чтобы управлять жизнью людей. В период благодати Бог выполнил работу по искуплению человечества. Господь Иисус был привит к кресту, чтобы искупить человечество от господства сатаны, простить людям их грехи, дать им право предстоять пред лицом Бога, молиться Богу и общаться с Ним. Да. Смысл работы суда в период царства в том, чтобы тщательно очистить, спасти и сделать совершенным человечество. Если человечество пройдет лишь через работу периода закона и периода благодати, но не примет Божьего суда в последние дни, оно не будет полностью спасено и приобретено Богом. Почему именно так? Задумайтесь на минутку. Всем нам ясно, что в период благодати работа Господа Иисуса заключалась в том, чтобы искупить человечество. Вера в Господа лишь позволяла получить прощение грехов, право молиться Богу и наслаждаться Божьей благодатью. Но добиться очищения мы не смогли, потому что мы до сих пор по природе греховны, часто грешим и противимся Богу. Верно. Господь Иисус обещал прийти снова и изречь все истины, которые спасут человечество в последние дни, чтобы очистить всех тех, кто слышит голос Божий и возносится перед престол Божий. Аминь. Как Господь Иисуса предсказывал, еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить, когда же приедет Он в Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Аминь. Аминь. Благодарение Богу. Благодарение Богу. Слова и труд всемогущего Бога – это исполнение этого стиха из Евангелия от Иоанна. Когда же приедет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Аминь. Аминь. Поэтому всемогущий Бог – это возвращение Господа Иисуса. Аминь. Всемогущий Бог занят работой суда в последние дни. Он очищает тех, которые собрались перед Его престолом. То есть совершенствует тех мудрых дев, возвратившихся к Нему, услышав Его голос, чтобы стать победителями, чтобы ввести их в Божье Царство. Аминь. Аминь. Это же чудесно. Как чудесно. Господь пришел наконец. Конечно. Совершение Богом трех этапов труда спасения человечества показывает, что Бог всегда трудился, чтобы направлять и спасать людей. Каждый следующий период Божьего труда выше и глубже. Аминь. Что же до Библии, это лишь книга для обязательного чтения последователями. Книга не может выполнить за Бога работу по спасению человечества. Верно. Аминь. Это верно. Точно. Верно. Библия – это запись о Божьей работе. Когда Бог выполнил свой труд, люди записали Его слова и дела и составили Библию. Да, правильно. Хотя Библия необходима для веры, понять Библию и истину можно лишь, приняв работу Святого Духа, и это факт. Так что вера требует следовать по следам Агнца и повиноваться Божьей работе суда в последние дни. Только так мы можем принять работу Святого Духа, Божье спасение и совершенство. Аминь. Благодарение Богу. Если мы всего лишь читаем Библию, но не принимаем слова и работу Бога в последние дни, то не очистимся и не спасемся. Верно. Точно. На самом деле, даже если бы все Божьи слова были записаны в Библии, без работы Святого Духа мы все равно не способны понять Божье Слово. Аминь. Чтобы понять истину, нам надо переживать и практиковать Божьи слова. Надо принять просвещение и озарение Святого Духа. Только так мы можем войти в реальность истины и получить совершенство от Бога. Аминь. Да, да, это правильно. В этой связи нужно понять такой факт. Ответьте, в чем ключ к спасению для нас, верующих? В работе Святого Духа. Именно. Ключ – это работа Святого Духа, совершенствование Святым Духом. Аминь. А кто такой Святой Дух? Сам Бог. Конечно же, Сам Бог. Верно. Да. Разве Святой Дух – это не Сам Бог? Аминь. Библия – это просто запись о Божьей работе в прошлом. Как же она может занять вместо Бога? Никак. Не может. Не может. А поэтому только Бог спасает людей. Библия не способна спасти. Аминь. Если наша вера состоит только в том, чтобы слепо придерживаться Библии, а вовсе не в принятии слова Бога и Его труда в последние дни, мы будем отсеяны. Да. В период закона многие не приняли работу Господа Иисуса и были отсеяны. Те, кто верят в Господа Иисуса, но не примут работу всемогущего Бога в последние дни, также будут покинуты и отсеяны. Можно сказать, что такие люди слепы и не знают Бога. Им уготованы страдания, плач и скрежет зубов. Верно. Работа суда в последние дни, совершаемая всемогущим Богом, это главный труд в Божьем плане управления для нашего спасения. Это также последний этап в Божьей работе по очищению, спасению и совершенствованию. Верно. Поэтому, если верующие будут придерживаться только первых двух стадий работы, но не примут работу очищения и спасения, совершаемую Христом последних дней не спасутся и не войдут в Царство Божье. Неважно, сколько лет эти люди верили в Господа, все будет напрасно. Потому что все, кто отвергает спасение всемогущего Бога, это Божьи противники. Все они лицемерные фарисеи. В этом нет сомнений. Хотя фарисеи отвергли Господа Иисуса на основании Библии, и в последние дни старейшины и пастыры отвергают работу всемогущего Бога на основании Библии. Их аргументы не выдерживают критики, потому что они не основаны на Божьем слове, а на букве Библии. Да. Да. Что касается Бога, не имеет значения, по какой причине, но не принимающий работы всемогущего Бога в последние дни враг и предатель Бога. Аминь. В Божьих глазах все они злодеи. Бог никогда их не признает своими. Эти антихристы, неверующие, разблоченные работой Бога в последние дни, должны нести наказание в бедствиях с плачем и скрежетом зубов. Все они отвергнуты и отсеяны Богом навеки. Никогда не будет у них шанса получить одобрение и увидеть Бога. Аминь. И вот мы, наконец, можем понять это. Библия не может представлять Бога и никак не может занять место Божьей работы. Бог – это Бог, а Библия – это Библия. Аминь. Благодарение Богу. Раз мы верующие, нужно переживать Божью работу и поспевать за Божьей работой. есть и пить слова Божьи в последние дни, принимать истины, изрекаемые Богом, и следовать за ними. Аминь. В этом смысл веры в Бога. Аминь. Благодарение Богу. Каждый раз, когда Бог становится плотью, чтобы исполнить труд, Ему требуется отвергнуть тех, кто следует Библии, но не знает Бога и не повинуется Ему. Поэтому можно уверенно сказать, что утверждение веры в Бога должна соответствовать Библии, исполнение Библии это истинная вера в Бога, Библия представляет Бога, эти утверждения ошибочны. Только слепой, не знающий Бога может так утверждать. Разве тот, кто ставит Библию выше остального и кому Библия служит Богом, не следует по пути фарисеев? Да, делали фарисеи. Фарисеи придерживались Библии противодействия Богу. В итоге были прокляты. Разве все было не так? Так. Братья, ваша беседа была очень ясна и проницательна. Вот, попейте воды, пожалуйста. Благодарю. Хвала Богу. В прошлом, когда мы исповедовали нашу веру, мы слушали, как пасторы толкуют Библию и богословские вопросы на собраниях. Так чему за эти годы мы научились? Действительно. И крохи истины нам не дали. Мы вообще не знали Господа. У нас не было даже почтения Господу, не говоря уже о том, чтобы возвеличивать Его. Точно. Мы относились к Библии как к Господу Богу и полагали, что достаточно слушаться во всем пасторов. Ну да, так. Будучи верующими, мы не повиновались Богу. Наоборот, мы следовали за людьми и повиновались им. Да. Так что же за веру мы практиковали? Мы мечтали, что Господь восхитит нас в Царство Небесное. Это чистой воды фантазии. Так и есть. Да. Столкнувшись с работой суда вернувшегося Господа в последние дни, я не только не исследовал и не принял ее, а пошел за религиозными фарисеями и антихристами вопреки Богу. Я шел тропой фарисеев, противников Бога, и сам стал лицемерным фарисеем, сам того не зная. Я думал, что охраняю истинный путь и верен Богу, как я был невежественен. Но теперь я понимаю, вера требует слышать голос Господа и следовать, не сворачивая по следам Агнца, повиноваться делам Христа в последние дни. Это и есть истинно верить в Бога. Только так можно очиститься, спастись и войти в Царство Небесное. Аминь. Аминь. В противном случае, если бы нас, как раньше, вводили в заблуждение и контролировали пасторы и старейшины, то даже за всю нашу жизнь мы усвоили бы лишь библейские знания и богословские доктрины. Верно. Верно. Да. Но истины и жизни не получили бы. Да. И наш конец был бы таким же, как у фарисеев, осужденных и отсеянных Богом. Верно. Мы предавали равный статус Библии и Богу, веря, что Библия представляет Бога. А это было богохульство. В самом деле. Бог – Творец. Источник всеобщей жизни. Аминь. Библия же – запись двух предыдущих этапов Божьей работы. Как может Библия представлять Бога? Как может она заменить Бога в спасении человека? Верно. Как же мы были глупы. Поставили Бога на одну доску с Библией? Господь Иисус сказал ясно, в Библии не найти вечную жизнь. Библия – это свидетельство о Боге. Только Христос может дать истинную жизнь нам. Аминь. Как же мы не поняли слов Господа Иисуса? Действительно. Действительно. Как это возможно? Без истины мы ничего не воспримем. Но, к счастью, мы услышали слова всемогущего Бога. Благодарим Богу. Иначе мы так и не осознали бы, что противимся Богу и богохульствуем. Верно. Как это было опасно. Слово всемогущего Бога – вот оно истинно. Аминь. Оно исправляет ошибочные верования и заблуждения. Правильно. Правильно. Всемогущий Бог нас спас. Аминь. Хвала всемогущему Богу. Хвала всемогущему Богу. Хвала Господа. Хвала Господа. Хвала Богу. Если бы не эта беседа о всемогущем Боге, мы бы так и жили во тьме, не увидев Божье въявление. Да. В религии невозможно получить Божье спасение. Это верно. Мы были бы отвергнуты и отсеяны. Это так. Всемогущий Бог спас нас. Время всемогущему Богу. Вы сказали очень хорошо и разумно. А насчет того, что всемогущий Бог и есть второе пришествие Господа Иисуса, мне надо перечитать Библию и проверить. Если ваше свидетельство соответствует Библии, я приму ваше утверждение. Ведь я пастор и мне нужно сопоставить все с Библией. Божья работа непременно с ней согласуется. Я не приму ничего, что идет вразрез с Библией, даже если меня отправят в ад. Неужели он правда так считает? Послушайте, что он говорит. Вы хотите читать слова всемогущего Бога и считаете важным только распознание Божьего голоса, а не изучение Библии? Что ж, не буду досаждать. У вас есть право искать истинный путь. Вы свободные люди, и я уважаю ваше решение. В будущем я не буду вмешиваться. На этом позвольте закончить. Хвала Богу. Пастор Джо. Вчера ко мне приходил пастор Джо. Правда? Он пытался убедить меня не верить в восточную молнию. Он даже хотел, чтобы я ему помог опечатать церковь, но я отказался. Сейчас он со мной в ссоре. Ох уж этот пастор. Кошмар. Он говорил, что вера в Бога это вера в Библию, и он не примет восточную молнию, даже если это истинный путь. Скажите, что с ним, как вы думаете? Разве не ясно? Он не признает истинного пути. Какой же он тогда верующий? Верно. Хуже всего то, что он хочет опечатать церковь, ввести нас в заблуждение. Он не позволяет другим исследовать работу Божью и общаться с восточной молнией. Разве он не злой раб и антихрист, разоблаченный работой всемогущего Бога в последние дни? Да. Если бы не работа всемогущего Бога в последние дни, мы не разобрались бы в нем. Божья работа истинно разоблачает человека. Пастор Вэй, у вас высокая репутация. Старейшина Лю всегда вас очень уважал. Если вы вмешаетесь, старейшина Лю вас послушает. Старейшина Лю мыслит глубоко и независимо. Что касается принципов или позиций в плане веры, если уж он что-то решил, то его не переубедишь. Если он решил, что Восточная Молния это истинный путь, даже если я попытаюсь его переубедить, он не захочет слушать. Не обязательно. В повседневной жизни он очень понимающий, но в вопросах веры он слишком серьезен. Вам это известно. Вчера пастор Джу сказал нашим братьям и сестрам, что не будет мешать нам исследовать истинный путь. Но кто знал, что он возьмет свои слова обратно? Какой двуличный человек. Теперь я наконец понял, кто такие лицемерные фарисеи. Да. Больше мы не должны его слушать. Если бы всемогущий Бог не изрекал истины и не производил работу суда в последние дни, разоблачая злых рабов и антихристов, мы бы не поняли, кто он такой. Это верно. Пастор Джу хвалится своим знанием Библии, но сам вообще не понимает истину. Я вижу, он даже не любит истину. Он ее презирает, он ненавистник ее, злой раб и антихрист. Истина так. Он разоблачен. Хвала Господа. Теперь ясно, какой он на самом деле. Больше ему нас не обмануть. Да, ему нас не дурачить. Хвала Богу. Всемогущему Богу. Да, верно. Едем. Джо Джон. Да. Ты старейшина церкви и давно слушаешь Господу. Ты глубоко укоренен в вере и хорошо понимаешь Библию. Но даже в кошмарных снах я не представлял, что ты поверишь в Восточную молнию. Да уж. Да уж. Я читал книги Восточной молнии. Учение познавательное, и оно весьма убедительно. Но ты должен понять, что хоть учение Восточной молнии исполнено истины, о нем в Библии ничего нет. Как им можно верить? Верно. Все Божьи слова и труды записаны в Библии. Разве ты не веришь, что Божьей работы нет вне Библии? Наша вера должна основываться на Библии. Ее и держись. Уклоняться от нее все равно, что предать Господа. Аминь. За многие годы веры я достиг большего, чем ты. Я слушаю твои доводы. Говори. Пастор Вэй, выпейте воды. Да, хорошо. Пастор Вэй, вы веруете давно и разбираетесь в Богословии и Библии. У вас ясное представление. Позвольте спросить. Когда Господь Иисус явился выполнить работу, неужели вы думаете, что те, кто переступил через Библию и приняли Его слова, предали Егову и отвернулись от Него? Что скажете, пастор Вэй? Не думаю. Итак, когда вы говорите, что отступление от Библии отказ от Господа и предательство, это веский аргумент. В то время все фарисеи цеплялись за Библию и защищали Ее. Они распяли Господа Иисуса на кресте и навлекли Божье проклятие. Может, поразмыслить об уроке, который фарисеи преподали нам? Пастор Вэй, нам нужно задуматься о нас самих и не идти, как фарисеи, противясь Богу. Неизвестно, что будет дальше. Пастор Вэй о тебе беспокоится, а ты Его упрекаешь. Отворачиваясь от Библии и веря в восточную молнию, ты сворачиваешь с пути и предаешь Господа. Советую исповедовать свои грехи Господу. Ты совершаешь ошибку, иначе все десятилетия твоей веры будут напрасны. Джей Джун, мы верим много лет. Мы трудились, не покладая рук для Господа, угодили в тюрьму, но сохранили веру. Разве все это не ради одобрения Господнего и чтобы оказаться в Царстве Небесном? Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь. Лишь через веру в Господа Иисуса мы получим вечную жизнь. Не предаешь ли ты Господа Иисусу, веря во всемогущего Бога? Как ты это объяснишь? Нет сомнения, что вы верите в Господа Иисуса. Но осмелитесь ли вы сказать, что знаете Господа Иисуса? Что, если Господь Иисус явится снова, а вы Его не примете? Если вы лишь держитесь имени Господа Иисуса, верите в слова «Господь Иисус», вас точно возьмут Царство Небесное? Это зависит целиком и полностью от того, узнаете ли вы второе пришествие Господа Иисуса. Мудрые девы, которые слышат голос Господа, будут восхищены к Нему. Неразумные же будут отсеяны. Как вы понимаете, это пророчество? Вот мой довод. Слова всемогущего Бога – это Божий голос и Божьи изречения. Так я сам пришел к вере во всемогущего Бога, как во второе пришествие Господа Иисуса. Я исходил в принятии всемогущего Бога из слов Господа Иисуса. Это полностью по Библии. Или вы утверждаете обратное? Фарисеи были толкователями Библии, и все же они распяли Господа Иисуса на кресте. В чем же было дело? Не в том ли, что они понимали слова Библии, а Господа Иисуса не узнали? Или в том, что они слышали слова Господа Иисуса, но не признали в них истины? В результате они распяли Господа Иисуса на кресте. Наша вера в Господа не вера в Библию. Библия и Бог совершенно разные. Библия не представляет Бога. Верить в Господа, следовать за Его словами и стремиться к Его явлению и работе, исследовать Господу – это самое важное. Если вы все действительно понимаете Библию, неужели не видите истинную природу вопроса? Пастор Вэй, вам следует исследовать работу всемогущего Бога в последние дни. Читайте больше слов всемогущего Бога, и вы увидите, как все обстоит. Когда прочтете слова всемогущего Бога, нам будет что обсудить. Лю Чжи Джун, ты… Я же растил тебя все эти годы. Ты меня разочаровал! Ты больше не один из нас. Лю Чжи Джун, ты хочешь следовать за Восточной Молнией? Не буду тебе мешать. Но позволь сказать тебе прямо, с этого дня ты больше не старейшина. От имени церкви я тебя лишаю звания. Предупреждаю тебя. Не похищай наших овец. Пастор Джу, Божьи овцы не принадлежат церкви или человеку. Божьи овцы слышат Его голос. Если Бог решит позвать овец, никто Ему не помешает. Ладно. Братья и сестры. Братья и сестры. Я слушал беседы благовестников из церкви всемогущего Бога и прочел немало слов всемогущего Бога. Слов о подоплеке библейской истории, о связи Бога и Библии, о том, как относиться к Библии, а также о значении истинной веры в Бога. о Божьем плане управления для спасения человечества, а еще как переживать Божью работу, как стремиться к истине ради спасения и совершенствования, и о том, как правильно практиковать веру. В отношении этого я обрел некоторое понимание. Аминь. Все, что провозглашает всемогущий Бог, это истина. Аминь. И без сомнения глаз Божий. Аминь. Это голос Святого Духа к церквам. Аминь. Я твердо верю, что всемогущий Бог – это пришествие Господа Иисуса. Аминь. Аминь. Так здорово. Иди сюда. Правильное слово. Старейшина Юга, это правда, что вы говорите? Господь правду вернулся. Господь правду вернулся. Это невозможно. Мы дождались. И значит, Господь Иисус вернулся. Почему я Его не вижу? Братья и сестры, братья и сестры, давайте успокоимся. Сегодня у нас благовестники из церкви всемогущего Бога. Они помогут найти истину и исследовать путь истины, чтобы мы поскорее услышали глаз Божий, были вознесены перед Его престол, испытали суд и очищение перед престолом Христа и спаслись в последние дни. Аминь. Поприветствуйте. Если будут вопросы, спрашивайте в любое время. Оба брата ответят на все ваши вопросы. Хорошо. Брат Гау. Правильно. Братья и сестры, хвала Господу, что нам дал такую возможность вместе побеседовать об истине. Благодаря Богу. Если у кого-то есть вопросы, не стесняйтесь. Слова всемогущего Бога разрешат все наши вопросы и трудности. Аминь. Брат Гау, на последнем общении мы яснее поняли связь между Библией и Богом. Библия – это Библия, а Бог – это Бог. Библия и Бог различны по сути, их нельзя приравнивать. Хвала Богу. Веря в Бога, надо возвеличивать Его, повиноваться, благоговеть и поклоняться Ему. Мы не должны заменять Бога Библией. Верно. Люди верят в Библию, поклоняются Ей и считают Библию равной Богу. Это все сопротивление Богу и богохульство. Именно. Да. Но большинство братьев и сестер еще не все поняли. Если Библия – запись Божьего слова и свидетельство людей, почему нельзя получить вечную жизнь, читая Библию? Библия является свидетельством Божьей работы, и ее польза для человечества неоценима. Читая Библию, мы поняли, что Бог – это Творец всего. Мы узрели чудеса и всемогущества Бога и Его дела. Аминь. Библия содержит много Божьих слов. Почему? В ней нельзя найти путь вечной жизни. Да, вот именно. Нам еще предстоит понять этот аспект. Брат Гао, побеседуйте с нами на эту тему. Да, пожалуйста. Побеседуйте с нами. Действительно, если Библия так полезна для людей, почему в ней нет пути к вечной жизни? Вы говорите, в Библии нет вечной жизни. Но я думаю, это невозможно. Поделитесь своими мыслями. Да, правда. Я тоже не понимаю, как это возможно. Просветите нас. Да, а мы послушаем вашу беседу. Братья и сестры, читая Библию, мы приходим к пониманию того, что Бог является Творцом всего, и узнаем дивные дела Его, так как Библия свидетельствует о двух этапах Божьей работы. Это запись слов и труда Бога и свидетельство человека. Поэтому Библия очень важна для нашей веры. Да. Ведь если бы не было Библии, как бы мы поняли Слово Господа и узнали Его? Как бы человек стал свидетелем Божьих дел и развивал истинную веру? Верно. Не читая Библию, как бы человек узнал о реальных свидетельствах святых всех веков, которые повиновались Богу? Итак, читать Библию существенно важно. Никто из верующих не должен уходить от Библии. Можно сказать, если кто-то уходит от Библии, тот не верит в Господа. Верно. Верно. Это подтверждено опытом святых во все времена. Приуменьшать ее ценность и значение для веры никто не станет. Это справедливо. Что же, святые всех веков и все верующие считают, что ее чтение очень важное занятие. Некоторые утверждают, что Библия и молитва как две ноги. Без них не уйдешь. Да. Истинно. Да. Да? Некоторые люди озадачены. Они думают, раз Библия является записью Божьего слова и свидетельств людей, чтение Библии должно дать человеку вечную жизнь. Да. Да, верно. Тогда почему Господь Иисус сказал, что в Библии нет вечной жизни? Правильно. Почему Господь Иисус так сказал? О чем идет речь? Все это не так сложно на самом деле. Поскольку мы понимаем подоплеку и суть Божьих слов, и работы в период закона, и в период благодати, а также эффект, достигнутый с их помощью, то начинаем понимать, что чтением Библии вечную жизнь получить нельзя. Прежде всего, посмотрим на период закона. В тот период Иегова устанавливал законы, заповеди и распоряжения, чтобы люди следовали им. Его слова были своего рода путеводителем для человечества, которое еще не знало, как строить жизнь на земле. Те слова не касались изменения характера жизни человека. Целью Божьих слов в период закона было заставить людей соблюдать законы и заповеди. Хотя эти слова были истиной, но истиной очень элементарной. Да. В период благодати слова и труд Господа Иисуса были сосредоточены на работе искупления. Его слова гласили об истине искупления. Они учили людей исповедовать свои грехи, каяться и воздерживаться от греха и зла, а также как молиться. И требовали от человека возлюбить Господа всем сердцем и душой, а ближнего, как самого себя, быть терпимым, прощать до седмиж, до семидесяти раз и так далее. Все это составляет путь покаяния. Да, все верно. Вот так, через чтение Библии, мы только можем понять работу Божью в период закона и в период благодати. Мы поняли, что все сотворено Богом и научились, как жить на земле и как поклоняться Богу. Мы поняли, что такое грех, кого Бог благословляет, а кого проклинает. Мы узнали, как исповедать грехи и каяться пред Богом. Мы научились смирению, снисходительности и прощению, что надо взять свой крест и идти за Господом. Да. И мы увидели, как безграничны милость и милосердие Господа Иисуса. Аминь. И поняли, что только приходя с верою к Господу Иисусу, мы насладимся Его обильной благодатью и истиной. Аминь. Аминь. Слова и работа Бога в период закона и в период благодати, как они были записаны в Библии, являлись истиной изреченные Богом по плану спасения человечества и исходя из нуж человечества в то время. Эти истины побуждали принять поверхностное благонравие, но были не способны разрешить проблему греховности, изменить характер жизни человека и дать человеку достичь очищения, спасения и совершенства. Поэтому слова, сказанные Господом и Иисусом в период благодати, можно назвать путем покаяния, но не путем вечной жизни. Аминь. Аминь. Господь Иисус подарил человеку путь покаяния, а не путь вечной жизни. Если подумать, то это действительно так. Тогда что есть путь вечной жизни? Да, послушаем, что Он скажет. Братья и сестры, что же тогда путь вечной жизни? Путь вечной жизни – путь истины, который позволяет человеку жить вечно. То есть путь, позволяющий человеку сбросить с себя оковы греховной природы, изменить характер своей жизни и получить истину, как жизнь, полностью освободиться от влияния сатаны и стать совместимым со Христом. Он позволяет знать Бога, повиноваться Ему и почитать Его. чтобы никогда больше не грешить, противодействуя и предавая Бога. Лишь путь, позволяющий достичь таких результатов – это путь вечной жизни. Аминь. Человек умирает в результате греха. Когда истина становится жизнью человека и уничтожает любой грех, Бог благословляет человека вечной жизнью. Благодаря Богу. Итак, только получив Божье спасение в последние дни мы можем насладиться путем вечной жизни, данной Богом. Аминь. Аминь. Это правда. Благодарение Богу. Мы насладимся. После этой беседы я поняла, почему пути вечной жизни нет в Библии. Оказывается, там записаны лишь Божьи слова периода закона и периода благодати, но не путь вечной жизни в последние дни. Верно. Если бы не эта беседа, мы бы этого не поняли. Верно. Очень понятная беседа у нас. Хвала Господу. Благодарение Господу. Надо следовать. Эта беседа была для меня очень полезна. Угу. Действительно, Библия – это запись двух этапов Божьей работы. Если только читать Библию, но не следовать за Господом, вечной жизни не получить. Правильно. Библия не может дать вечной жизни. Теперь у меня нет сомнений. Благодарение Богу. Но мы верим, что, следуя за Господом, мы будем жить вечно. Точно. Слова Господа подтверждают это. Господь Иисус сказал, «Я есим воскресенье и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет. Аминь. И всякий живущий верующий в Меня не умрет вовек. А кто будет пить воду, которую Я дам Ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую Я дам Ему, сделается в Нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Аминь. Эти стихи – обещание Господа Иисуса. Господь Иисус может подарить нам вечную жизнь. Путь Господа Иисуса – это путь вечной жизни. Аминь. Но вы свидетельствуете, что Христос последних дней принесет нам путь вечной жизни. Я не совсем это понимаю. Мы все последователи Господа Иисуса Христа. Почему этого мало, чтобы достичь путь вечной жизни? Правильно. Мы можем получить путь спасения через веру в Господа. Оба наших брата. Просветите нас по этому вопросу. Да. Будем так доверить. Пожалуйста. Пожалуйста. Верно. Разве Господь Иисус не Сын человеческий, не Христос? В Библии сказано, верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на Нем. Разве у Господа Иисуса не было пути вечной жизни? Поэтому, веруя в Господа Иисуса, и мы должны иметь путь вечной жизни, тогда зачем нам принимать так же слова и работу Христа последних дней? Я тоже этого не совсем понимаю. Объясните нам, пожалуйста. Да, пожалуйста. Ладно. Братья и сестры, Господь Иисус является Богом во плоти. Он – Божье явление. Господь Иисус сказал, «И всякий живущий, верующий в Меня не умрет вовек, но вода, которую я дам Ему, сделается в Нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Аминь. В Библии сказано, верующий в Сына имеет жизнь вечную. Все эти слова – истина. Так оно и есть. Так как Господь Иисус – это Господь Бог во плоти, у Него Божья сущность и личность. Он Сам является путем вечной жизни. Аминь. Все, что Он говорит и делает, это естественное проявление жизни Божьей. Все изрекаемое Им является истиной и кем Бог есть и чем Он обладает. Итак, Господь Иисус Сам – вечная жизнь и путь вечной жизни. Аминь. Он может воскрешать мертвых. Веря в Господа Иисуса, мы можем получить вечную жизнь. В этом нет сомнений. Аминь. Воскрешение Господом Иисусом Лазаря – хорошее доказательство, что Господь Иисус может подарить нам путь вечной жизни. У Него есть такая власть. Аминь. Тогда, почему Господь Иисус не даровал путь вечной жизни в период благодати? Да, интересно. Почему? Потому что Господь Иисус пришел, чтобы быть распятым на кресте для искупления грехов, не для того, чтобы выполнить работу очищения и спасения в последние дни. Работа Господа Иисуса по искуплению касалась только прощения грехов, но она не избавила человека от его сатанинской природы и характера. Итак, благодаря вере в Господа, мы получили прощение грехов, но наша сатанинская природа никак не была очищена. Мы до сих пор грешим, сами того не желая, сопротивляемся и предаем Бога. Разве это не правда? Так и есть. Установив все это, важно понять вот что. Искупительная работа Господа Иисуса во время периода благодати проложила путь для работы суда в последние дни. Поэтому, завершив работу искупления, Господь Иисус также пообещал, что вернется снова. Господь Иисус однажды сказал, «Еще много имею сказать вам». Но вы теперь не можете вместить, когда же приедет вон Дух истины, кто наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Аминь. Из слов Господа Иисуса мы видим, что только придя снова, в последние дни Он провозгласит всю истину, которая очистит и спасет человека. Как здесь сказано, «Когда же приедет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Эти истины являются теми самыми истинами, которые всемогущий Бог последних дней провозглашает, очищая и спасая человечество. Аминь. Это слова, которые Святой Дух говорит церквам. Аминь. Они и есть путь вечной жизни, который Бог дал нам в последние дни. Аминь. А ведь действительно так и есть. Поэтому последователи Господа не могли получить путь вечной жизни в период благодати. Аминь. Аминь. Только вернувшийся Господь Иисус в последние дни может дать путь вечной жизни. Верно. Эта беседа многое объяснила. Да, благодарение Богу. Благодарение Богу. Господь Иисус сказал, «И всякий живущий верующий в Меня не умрет вовек». Библия говорит так же, «Верующий в Сына имеет жизнь вечную». На самом деле, Господь сказал это, чтобы засвидетельствовать, что Он Сам – явление Бога, и что только Он может даровать человеку вечную жизнь. Обещание Господа Иисуса, что верующие в Его никогда не умрут, это свидетельство Божьей власти. Бог Сам является путем вечной жизни и способен дать человеку вечную жизнь. Аминь. Это не значит, что человек получил вечную жизнь, приняв работу Господа Иисуса. Верно. Я полагаю, всем это понятно. Конечно. Но в религиозных кругах многие люди верят, что если их грехи прощены, то они могут обрести вечную жизнь. Есть ли основания для такой надежды в Слове Божьем? Нет. Никакого основания. Нет. Правильно. Господь Иисус никогда не говорил подобного. Давайте немного поразмыслим. Считается, если наши грехи прощены, то мы можем войти в Царство Небесное и получить вечную жизнь. Но почему Господь Иисус пророчествовал, что Он придет снова? Верно. Именно. Верно. Зачем Он поведал Своим ученикам столько предсказаний и поучительных притч? Они явно относятся к тому, что Он собирается сделать, когда вернется. Возможно ли, чтобы мы, верующие в Господа, этого не понимали? Нас нужны такие беседы, чтобы помочь понять. Если люди приняли Господа, но не принимают Его пришествия, что за проблема? Разве это не предательство Господа? Неудивительно так. Неудивительно, что Господь Иисус сказал, «Не всякий, говорящий Мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Аминь. Многие скажут Мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие». Аминь. Истинно благодаря Богу. Слова Господа теперь совершенно исполнились. Если кто-то принимает только Господа Иисуса, но не принимает Его возвращение, на самом ли деле верит в Сына такой человек? Нет. Ведь Он предает Господа. Кто истинно верит в Сына, тот не только верит в Господа, но и принимает Его возвращение и следует за Христом до конца. Аминь. Лишь тот человек получит вечную жизнь. Аминь. А те, кто верят в Господа Иисуса, но не принимают всемогущего Бога, это предатели Иисуса Христа. Они верят в Господа, но поскольку они не следуют за Богом до конца, их вера бесполезна. Они семя, упавшие при дороге. Господь Иисус назвал их нечестивцами, потому что они только признают Его имя, но не признают Его пришествие. Он сказал также, «Я никогда не знал вас. Отойдите от Меня, делающие беззаконие». Аминь. Теперь скажите мне, те, кого так осудил и отверг Господь, те, которые держатся лишь Его имени, могут ли получить вечную жизнь? Не могут. Конечно, не могут. Да. Такие точно ничего не получат. Они сойдут в ад для наказания. Это полностью раскрывает Божий праведный и святой характер. А вы что скажете? Верно. Нам нужно быть мудрой. Брат Гао верно сказал, «Мы читали слова Господа, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Конечно. Я всегда думал, что веря в Господа Иисуса, получишь вечную жизнь. Но послушав беседу этих двух братьев, мне стало намного понятнее. Благодаря Богу. Мало просто верить в Господа Иисуса. Надо признавать второе пришествие Господа Иисуса, и будет вечная жизнь. Аминь. Теперь я вижу, как важно принимать работу вернувшегося Господа Иисуса. Мы не можем упустить этот шанс. Верно. Хвала Богу за эту возможность спасти. Братья и сестры, несмотря на то, что когда люди приняли искупление Господа Иисуса в период благодати, их грехи были прощены, и им было дано право молиться Богу и радоваться Его благодати и благословениям, мы не можем отрицать, что сейчас человек скован своей греховной природой и безнадежно погряз во грехе. Да. Да. Точно. Да. Он не способен исполнять Господне Слово и не имеет богобоязни и послушания к Богу. Человек все так же часто обманывает Бога, ищет славы и богатства, жаждет денег и гонится за модой. Да. Когда работа Божья не согласуется с человеческими представлениями, люди винят, осуждают и даже противодействуют Богу. Такие люди даже раскаяться по-настоящему не смогли. Что же вы скажете? Могут ли они заслужить одобрение от Господа? Вовсе нет. Как можно достичь Божьего одобрения, не раскачившись по-настоящему? Хотя многие способны следовать за Господом, жизнью жертвовать за Него, даже раскаялись по-настоящему. Очищены ли их развращенные характеры, чтобы достигнуть святости? Конечно, нет. Истинно ли они знают нашего Господа? Нет. Избавились ли они от влияния сатаны и приобретены ли они Богом? Нет. Верно. Не было этого. Это признанный факт. Это доказывает, что работа Господа Иисуса в период благодати лишь работа искупления, а не работа спасения и совершенствования последних дней. Слова Господа Иисуса, провозглашенные в период благодати, лишь дали людям путь покаяния, но не путь вечной жизни. Аминь. Поэтому-то Господь Иисус и сказал, что придет снова. Задача пришествия Господа Иисуса – провозглашать истину и дать людям путь вечной жизни. Аминь. Чтобы они окончательно преодолели сатанинское влияние и сделали истину своей жизнью, чтобы знали Бога, повиновались и стали совместимыми с Богом. Чтобы достигнуть вечной жизни. Аминь. На основании искупительной работы Господа Иисуса всемогущий Бог в последние дни приступил к работе суда, начиная с Дома Божия и провозгласил все истины, необходимые для спасения человечества. Аминь. Он открыл праведный, величественный и неоскорбленный характер Бога. Аминь. Раскрыл и подверг суду природу развращения человека сатаной. Узрел корень человеческого противления Богу и рассказал человеку все о Божьих воле и требованиях. Также он поведал человечеству все истины, необходимые для спасения. Например, подоплеку и суть всех трех этапов Божьей работы спасения и связь между этими этапами, разницу между трудом Божьим и трудом человеческим, скрытую истину Библии, тайну суда в последние дни, тайну восхищаемых мудрых дев и как люди становятся победителями перед лицом бедствий, тайну Бога, ставшего плотью, и что означает верить и любить Бога, как благоговеть перед Богом и избегать зла, чтобы стать совместимым со Христом. Аминь. Как жить осмысленной жизнью и так далее. Эти истины и есть путь вечной жизни, который Бог дал человечеству в последний день. Аминь. Истины всемогущего Бога – это путь вечной жизни. Мы не дошли бы до них, следуя за религиозной верой. Верно. Итак, если мы хотим получить истину и жизнь, достичь спасения, очищения и стать совершенными, то должны повиноваться и принять слова и труд всемогущего Бога Христа последних дней. Аминь. Это единственный способ обрести истину и жизнь. Аминь. Благодарение Бога. Давайте взглянем на слова всемогущего Бога. Хорошо. Брат, дайте нам книгу Божьего слова. Непременно. Брат Чень, пожалуйста, раздайте эти книги братьям и сестрам. Конечно. Сестра, пожалуйста, передайте нам книгу Божьего слова. Сажал, тоже. Возьмите. Сестра, а нам можно книгу? Это слово всемогущего Бога. Откройте страницу 1459. Да. Да. Всемогущий Бог говорит, «Сам Бог есть жизнь и истина, и его жизнь и истина сосуществуют. Те, кто не способен обрести истину, никогда не обретут жизнь. Без направления, поддержки и обеспечения истины ты обретешь лишь буквы, доктрины и вдобавок к этому смерть. Жизнь Бога вездесуща, а его истина и жизнь сосуществуют. Если ты не можешь найти источник истины, ты никогда не обретешь пищу для жизни. Если ты не сможешь обрести обеспечение жизни, тогда, несомненно, у тебя не будет истины. И тогда, если исключить твои фантазии и представления, все твое тело не будет представлять собой ничего, кроме плоти, твоей смрадной плоти. Знай, что книжные слова нельзя считать жизнью. Исторические сведения нельзя почитать за истину. А доктрины прошлого не могут служить в качестве сегодняшнего Слова Божьего. Только то, что выражает Бог, когда приходит на землю и живет среди людей, есть истина, жизнь, воля Бога и Его настоящий метод работы. Если сегодня ты применишь к настоящему то, что Бог говорил в прошлых веках, то ты археолог. И наилучшее описание, которое к тебе подойдет, это эксперт по историческому наследию. Дело в том, что в этом случае ты всегда веришь в следы работы Бога, которые Он совершил в давно ушедшие времена. Ты веришь только в тень Бога, оставленную им с того времени в прошлом, когда Он совершал свой труд среди людей. Ты также веришь лишь в тот путь, который Бог дал Своим последователям в прошлом. В этом случае ты не веришь в направление Божьей работы, совершаемой в настоящее время. Не веришь в славный лик Бога, существующий сегодня. И не веришь в тот путь истины, который Бог сообщает в наше время. И в этом случае ты, несомненно, живешь грезами и никак не соприкасаешься с реальностью. Если ты и сейчас все еще цепляешься за слова, которые не могут принести жизнь человеку, тогда ты бесполезное дерево, засохшее на корню, ибо ты слишком консервативен, слишком упрям, слишком невосприимчив к доводам. Аминь. Обратимся к странице 1460. Истина – это тот путь, посредством которого человек обретет жизнь. И это единственный путь, посредством которого человек познает Бога и получит одобрение от Него. Если ты не ищешь тот путь жизни, что дает Христос эпохи последних дней, ты никогда не получишь одобрение Иисуса. Тебя никогда не сочтут достойным того, чтобы войти через врата Царства Небесного, потому что ты одновременно и марионетка, и узник истории. Те, кем управляют законы и письмена, те, кто скован историей, никогда не смогут обрести жизнь. Никогда не смогут обрести вечный путь жизни. Причина этого в том, что вместо воды жизни, что течет от престола, все, что они имеют, это мутная вода, застоявшаяся на протяжении тысяч лет. Те, кто не имеет воды живой, навсегда останутся трупами, забавой сатаны, сыновьями ада. Как же им тогда узреть Бога? Если ты только то и делаешь, что держишься за прошлое и стремишься оставить все, как было, на своих местах, если ты не стараешься изменить статус-кво и отбросить в сторону историю, не будешь ли ты тогда всегда против Бога? Этапы работы Бога необъятны и могущественны, как бушующие воды или раскаты грома. А ты сидишь и пассивно ждешь разрушений, цепляясь за свои прихоти и ничего не делая. Если так, то как же можно считать тебя тем, кто следует по стопам Агнца? Как ты можешь подтвердить, что Бог, за Которого ты держишься, это Бог, Который всегда новый и ничуть не ветхий? Как слова в твоих пожелтевших книгах могут привести тебя в новую эпоху? Как они могут направить тебя на поиски этапов Божьей работы? И как они могут привести тебя на небеса? То, что ты держишь в руках, это всего лишь литература, которая может дать временное утешение. Они истинно способны подарить жизнь. Писания, что ты читаешь, могут обогатить твой словарный запас, но не могут дать слов мудрости, которые помогли бы тебе познать человеческую жизнь, не говоря уже о путях к твоему совершенству. Неужели это противоречие не дает тебе пищу для размышления? Разве оно не позволяет тебе понять таинство, что находится внутри? Способен ли ты сам попасть на небеса, чтобы самостоятельно встретиться с Богом? Без пришествия Бога сможешь ли ты попасть на небеса, чтобы насладиться семейным счастьем с Ним? Ты все еще грезишь? Я предлагаю, чтобы ты перестал мечтать и посмотрел на того, кто работает сейчас, кто исполняет труд по спасению человека в последние дни. Если ты этого не сделаешь, ты никогда не обретешь истины и никогда не обретешь жизни. Аминь. Те, кто желает обрести жизнь, не полагаясь на истину, которую провозглашает Христос, самые глупые люди на земле. А те, кто не принимает путь истины, который принес Христос, заблудились в иллюзиях. И поэтому я говорю, что люди, которые не принимают Христа последних дней, навсегда будут ненавидимы Богом. Христос – это вход человека в Царство в последние дни, который никто не может обойти. Никто не может быть усовершенствован Богом, кроме как через Христа. Ты веришь в Бога, поэтому ты должен принять Его слова и подчиниться Его пути. Ты должен думать не только о том, как получить благословение, не заботясь о том, как познать истину или принять обеспечение жизнью. Христос пришел в последние дни, чтобы все, кто истинно верит в Него, могли получить жизнь. Его труд совершается ради завершения прежнего периода и начала нового. Его работа – это тот путь, по которому должны пройти все, кто желает войти в новый период. Если ты не способен признать Его и вместо этого проклинаешь, хулишь или даже подвергаешь Его гонениям, тогда тебе суждено вечно гореть в аду. Ты никогда не войдешь в Божье Царство. Аминь. Всемогущий Бог объяснил очень ясно тот путь, по которому человек достигнет истины и вечной жизни. И конкретно указал, что будет, если только цепляться за Библию и не принять Христа последних дней. Как неразумно не принять всемогущего Бога. Именно. Именно. Да. Мы слышали голос Бога. Нам не нужно больше цепляться за Библию. Аминь. Мы должны принимать и повиноваться словам и работе Бога в последний день. Аминь. Да. Теперь я ясно понимаю, что имеется в виду в Библии под словами «Верующий в Сына имеет жизнь вечную». Благодарение Богу. Верить в Сына значит верить не только в Господа Иисуса, но и во Второе пришествие Господа Иисуса. Принимать истины, которые провозглашает Христос последний день. Только так мы получим путь вечной жизни. Аминь. Хвала всемогущему Богу. Хвала всемогущему Богу. Аминь. Благодарение Богу. Всемогущий Бог, Христос последних дней, изрек все истины, которые очистят и спасут человечество. Аминь. Эти слова изобильны, всеобъемлющи, и через них Бог дает все необходимое. Они открывают глаза и обогащают знамени, позволяя видеть, что Христос – это путь, истина и жизнь. Аминь. Христос – путь вечной жизни. Аминь. Слова, которые Бог изрек в период царства, идут намного дальше, чем все сказанное в период закона и период благодати. Аминь. Особенно в Слово Божье ко всей вселенной из книги «Слово» является воплоти. Бог впервые открыл Себя человечеству. Аминь. Это также первый случай, когда человечество слышит слова Творца, обращенные ко всем людям. Аминь. Будто ударные волны пошли по всей вселенной и открыли глаза людей. Такова работа суда перед Великим Белым Престолом в последние дни. Период царства. Это время, в которое Бог совершает работу суда. Это время, когда Божий праведный характер становится явным для всего человечества. Аминь. Итак, в период царства Бог провозглашает Своё Слово, судя, очищая и делая совершенными людей. Он посылает людям всякие беды, давая награду добрым и наказывая злых. Он открывает человечеству Божью праведность, величие и гнев. Аминь. Истины, которые всемогущий Бог провозглашает, чтобы спасти и сделать совершенным человека, и есть путь вечной жизни, данный Богом в последние дни. Аминь. Эти истины – вода реки жизни, текущая от престола. Аминь. Благодаря Богу. Благодарю Тебя, Господи. Итак, в нашей вере, если мы хотим получить путь вечной жизни, достичь восхищения и войти в Царство Небесное, надо принять работу суда всемогущего Бога Христа в последние дни. Аминь. А также осуждение и обличение от Его слов. Аминь. Только так мы сможем получить работу Святого Духа, Аминь. Это непреложная истина. Аминь. Аминь. Если мы продолжаем держаться за свои религиозные идеи, в конце концов, мы же сами понесем потери. Правильно. Мудрые девы стремятся искать истину и слушать слова Бога. Но неразумные девы только держатся за букву Библии, а также за свои идеи и фантазии. Они не ищут истины и не слушают Божьего голоса, пока их не настигнет беда, и они начнут рыдать и скрижетать зубами. Но сожалеть будет поздно. Всех, не принимающих всемогущего Бога, постигнет бедствие и наказание. Так велел Господь, и этого не изменить. Аминь. А тех, кто яростно осуждает работу всемогущего Бога в последние дни, Бог уже разоблачил, как антихристов в последних дней. Эти люди получат вечное наказание, и у них не будет шанса прийти к Богу. Да, правильно. Ясно, что работа всемогущего Бога в последние дни разделить людей по виду, определить им исход и завершить период. Аминь. Сегодня мы можем принять работу всемогущего Бога в последние дни. В этом Его благодать и милость. Это самое высшее ободрение. Аминь. Так возблагодарите всемогущего Бога. Благодарение Богу. Хвала Богу. Хвала всемогущему Богу. Мы должны благодарить всемогущего Бога. Аминь. Хвала Богу за Его благодать. Через общение на этих собраниях я узнал больше истин, чем раньше. Насчет Божьего трехэтапного труда спасения, сущности Христа, источника истины и жизни, а также пути вечной жизни. Все это я понимаю ясно и полностью. Аминь. Истины, провозглашаемые всемогущим Богом, содержат все необходимое. Какие бы у нас ни были сомнения, мы найдем ответ в словах всемогущего Бога и решения. Чем больше я читаю слово всемогущего Бога, тем больше убеждаю, что всемогущий Бог – дух истины. Аминь. Он ведет нас к практическому постижению всех истин, восполняя все наши нужды. Аминь. Всемогущий Бог – это возвращение Господа Иисуса. Аминь. Он приходит и приносит путь вечной жизни. Аминь. Хвала всемогущему Богу. Хвала Богу. Хвала Богу. Хвала Богу. Хвала Богу. И на внутреннюю скрытую историю. Так явил для нас истину Библии. Да. Да. Слова всемогущего Бога разрешили многие трудности и недопонимания в вере. Они позволили не следовать слепо и не поклоняться Библии, а понять, что в Библии нет вечной жизни. Только Христос есть истина, путь и жизнь. Аминь. Только Христос последних дней даст человеку путь вечной жизни. И веруя в Христа последних дней всемогущего Бога, мы достигнем истинной жизни. Аминь. Сейчас я чувствую, где-то очень глубоко, что только вера в воплощенного Бога и переживание слов и труда воплощенного Бога являются истинной верой в Бога и позволяют нам понимать истину, иметь истинное знание Бога и повиноваться Ему. Аминь. Только так мы получим Божье одобрение. Аминь. Хвала Богу. Хвала Богу. Хвала Богу. Размышляя над тем, как я верил все эти годы, я вижу, что я скопил много библейских знаний, но совсем не понимал истины и не знал Бога. Когда Господь пришел, я не только не стремился найти и принять Его, а даже использовал слова Библии, чтобы противиться и осуждать Божью работу, точно фарисей. как я был слеп, как мало знал Бога. О, Боже! Я совершил столько много зла, но Ты не вспомнил моих прегрешений, а даже помиловал меня и дал мне Твою благодать, позволив слышать Твой голос и видеть Твое явление. Так что я восхищен к престолу Божьему и участвую в брачной вечере Агнца. Я так благодарен всемогущему Богу за спасение. Я посвящу всего себя, делая все, чтобы распространить благую весть о Царстве всемогущего Бога повсюду. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok